Глобализация – процесс объективный. Все человечество объединяется в разные союзы, которые становятся все больше и больше. Венцом этого процесса будет объединение всего человечества. Страны, которые сегодня не входят в какие-либо союзы, обязательно войдут в них в будущем. Вопрос только в том, в какие именно союзы и на каких условиях. Многие не понимают, что процесс глобализации объективен. Люди общаются, сотрудничают, дружат, женятся, путешествуют. Не остановишь этот процесс и санкциями по отношению к какой-либо стране или цивилизации. В конце концов, этот процесс приведет к объединению всех во многонациональную культуру. И какая именно культура объединит человечество, зависит от выбора самих людей. Сегодня в мире существует три основных цивилизации – западная, восточная и русская. Они построены на основе двух противоположных алгоритмов объединения – конгломерат и блок. Межрегиональный конгломерат нацелен на разрушение управления в регионах-конкурентах и включение их обломков в свой состав. Эта цель достигается через ликвидацию управленческих структур региона и подавление интеллекта населения. Управление конгломератом осуществляется из единого центра любой ценой концентрирующего в себе управления. Национальные культуры присоединенных территорий замещаются единой типовой унифицированной культурой. Таким образом, межрегиональный конгломерат работает по принципу «цель оправдывает средства», то есть для достижения цели годятся любые средства вплоть до физического уничтожения носителей иных целей. Примером конгломерата является западная цивилизация с ее агрессивной политикой подчинения себе, культура которой основана на Библии. Альтернатива межрегиональному конгломерату – многорегиональный блок. Многорегиональный блок отличается от конгломерата тем, что в общий вектор целей блока включаются вектора целей новых регионов, присоединившихся к нему. Таким образом, управление осуществляется согласованно и бесконфликтно в интересах всех участников. В случае, если центр по каким-то причинам становится неспособен осуществлять координационную работу, то его функции берет на себя другой регион. В России, которая является цивилизацией блокового типа, так бывало не раз. Великий Новгород, Киев, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург в разное время несли на себе управленческие функции. Подобная ситуация характерна и для Ирана, который в прошлом был региональной цивилизацией. В разное время столицами были Экбатана, Пасаргады, Персипалис, Ферузабад, Табрис, Казвин, Исфахан, Шерас, Тегеран. Блок работает по принципу «цель оправдывают средства», то есть для достижения целей годятся только хорошие средства, поэтому допускаемые ошибки в блоке лишь отдельные эпизоды в череде безошибочных средств на созидательном пути. Блок заинтересован в формировании соборного интеллекта, поэтому поддерживается культурное разнообразие регионов с целью обмена опытом и аккумулирования актуальных идей во всех регионах блока. В целом, такой подход обеспечивает долговременную устойчивость и развитие блока. Россия – это многорегиональный блок. Не осознавая этого, многие иностранцы не понимают, что русский – это цивилизационная, а не национальная принадлежность. Поэтому в России живет около 200 национальностей, которые на Востоке и на Западе считаются русскими. Накопленный блоком опыт позволил впервые в истории человечества не только проанализировать данную проблематику, но и выйти с альтернативой западной концепции глобализации. Рассмотрим на примере Каспийского моря, каким образом сталкиваются интересы восточной, русской и западной цивилизаций. Как уже говорилось нами ранее, западный конгломерат стремится ликвидировать управленческую самостоятельность региональных цивилизаций. Основными противниками для него остаются русская, прежде всего Россия и восточная цивилизации, в рамках которой наибольшую опасность представляет вложенная исламская цивилизация, а в ней Иран, как возможный будущий лидер консолидации исламского блока. После столкновения русского блока в лице СССР и конгломерата в лице Запада произошло разрушение центра управления русским блоком в результате информационной агрессии Запада. Блок раскололся на части. Каспийский регион является точкой, где граничит русская цивилизация в лице России, исламская цивилизация в лице Ирана и части русского блока в прошлом – Туркменистан, Азербайджан и Казахстан. Последний уже встал на путь реинтеграции в будущий многорегиональный блок, войдя в Евразийский союз. Поскольку вокруг Каспия нет западных стран, то поглотить бывшие части русского блока западному конгломерату не удалось. Всегда при поглощении осколков конгломерат старается ликвидировать их управленческую верхушку и заменить на свою, а также внести дефективные цели в управление, чтобы регион был занят своими внутренними проблемами и не вмешивался в глобальную политику. Яркий пример – страны Латинской Америки, прошедшие через ряд переворотов и погрязшие в ростовщических долгах и экологических проблемах. Поскольку ликвидация управленческой самостоятельности России для Запада в данный момент нереализуема, единственным вариантом достижения своих целей для Запада является ликвидация любой ценой управленческой самостоятельности Казахстана, Туркмении и Азербайджана, а затем последующее их использование для столкновения интересов исламского мира в лице Ирана и русской цивилизации в лице России. При этом важно подчеркнуть, что политические плоды столкновения здесь даже важнее экономических, поскольку союз Ирана и России опасен прежде всего как политический фактор влияния на всю восточную цивилизацию. Описанному сценарию можно противопоставить сценарий создания нового блока на основах равноправного партнерства всех Каспийских стран. Для данного объединения всем странам Каспия необходимо отойти от навязанной Западом концепции глобализации. Россия в данном случае может предоставить как базовую свою собственную концепцию глобализации и новый комплекс фундаментальных наук. А исламскому миру в лице Ирана, Туркмении и Азербайджана необходимо перейти от исторически сложившегося ислама к кораническому. Это в том числе путь для объединения всего исламского мира. Каспийский регион может стать площадкой для внедрения новой экономической модели равноправного сотрудничества, и именно отсюда может быть положено начало строительства Большого Евразийского союза как многорегионального блока. В целях взаимовыгодного сотрудничества и закрытия возможностей для Запада влиять с целью дестабилизации обстановки в регионе на отдельных участников необходимо, чтобы решения обсуждались всеми участниками и принимались единогласно. Таким образом, регион сможет не только развиваться, но влиять на глобальную политику в интересах всех участников. Примером такой политики в первую очередь может стать согласованное решение вопросов в энергетической сфере, в частности, по поводу строительства трубопроводов по дну Каспийского моря. Наметившиеся сближения между Россией и Ираном Западу крайне невыгодно. Согласование векторов цели обеих стран не позволяет ими манипулировать по отдельности, по какой причине он будет стараться блокировать любые совместные проекты и инициативы на Каспии. Олег, вот ты приехал из Новосибирска поговорить, так я понял? Да. У тебя есть представление, о чём ты хочешь поговорить с Владимиром Михайловичем? В будущем. Это очень хорошо. Я не хочу читать лекцию, естественно. Я хочу тоже поговорить с человеком, который приехал, который тоже мне интересен. И мне вообще люди интересны. есть. И если кто-то пытается из меня отлепить учителя, то это напрасно. Я не учитель. В этом смысле понимал, которому сейчас многие приобщены. ещё раз говорю, мне интересны люди и интересен диалог. Потому что учителю, давая информацию, лекцию, я тоже читаю лекции, я знаю, во время лекций тоже есть и диалог. Потому что многие студенты, все студенты молчат по-разному. А вот диалог, когда один на один, он для меня более интересен, потому что в результате диалога могут появиться в некотором роде и новые знания. Потому что они рождаются во время диалога. Потому что у каждого у нас есть, кроме своего личностного, сколько его там личностного много, есть эгрего реального, всем так или иначе замкнутым эгрего. Поэтому я в таком диалоге выявляю, естественно, и роль своего эгрегора, роль эгрегора-собеседника, где он сам говорит о деле его эгрегора. Это не всё так просто. У нас есть работа, по-моему, десятый главарь, от корпоративности под покровом идей к соборности Бога держает. О культуре общения. Да, о культуре общения. Мы впервые подошли, понимая, что, ну да, написано много работ, что-то люди читают, что-то созвучное, что-то неприемное. Вот дальше вопрос. Они говорят нести это дальше. А как? Некоторые читают лекции, это хорошо. Но самое главное идёт во время личностного общения. Вот во время личностного общения раскрывается и тот, кто несёт чего-то. А что он знает? Но главное, что он понимает из того, что знает. Потому что всегда человек, когда знает, он ещё и понимает это. И вопрос, что понимает, но главное, как понимает. Вот эта вот булгаковская фраза, она у меня так, мастер, она говорит, ходит за мной Леви Матве с козлиным пергаментом и записывает. Я прочитал и пришёл. Ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. Я тоже в разных аудиториях много чего рассказываю. А потом мне вижу там то ли на форуме, то ли. А вот Владимир Михайлович сказал. Я не говорил этого. Оказывается, они так помнят. Ну это уже такой у нас. Хотя раньше я нигде прочесть этого не мог. Мы об этом сказали впервые. Чтобы понять, это образ, по-русски образ, по-латыни информация. Плюс лексика определённый. Но за словами у каждого возникает свой образ. И в процессе общения самое трудное, чтобы одни и те же слова опирались на одни и те же образы. А то люди... А я ему сказал, а он мне так ответил. А просто у них разные образы. А поскольку образы... Это правый по ушам, это мировоззрение. Олегович сказал, это левый по ушам. Это абстрактно-логическое, это предметно-образное. Естественно, оно очень и очень может бывать разное. Люди хотят объединиться. Говорят, они хотят объединиться не в идеях. Но идея – следствие определённого мировоззрения. Идея всё-таки больше на уровне сознания. Это больше относится к левому по ушам. А вот мировоззрение – это на уровне бессознатной, на уровне психики. Это к правому по ушам. Поэтому мы и выявили из всего множества, так как мы стараемся выявить предельные обобщающие понятия. Не буду так сказать, материю, информацию и мировую. Так вот, мы стараемся классифицировать как-то вот, почему мы выявили два типа мировоззрения. Это просто слова – мозаика и кальдоскоп. Потому что, ну, дождается какой-то образ, наиболее обобщающий. Мозаика, а, да, стекляшки каким-то образом однозначно уложен. А кальдоскоп всё время стекляшки, одна и та же груда, присыпается. Но в результате глядения в кальдоскоп человек видит каждый раз завораживающую картинку, такую красивую. А он не может предсказать, а какая будет следующая. И мы говорим, в кальдоскопическом мировоззрении предвидеть будущее невозможно. Раз мы хотим быть субъектами, если мы хотим управлять, управление без предвидения будущего невозможно. И уже сразу стоит вопрос, с каком же мировоззрению надо всё-таки больше быть приверженным. В мозаичном, вот у нас есть такая фраза – рассыпал мозаику и собрал. Что это значит? Это значит, мы всё равно опираемся на какие-то факты. Хотя факты, как вы их факту, прямую вещь кто-то рассказывал. Ну это откуда посмотреть? Во-первых, факты нельзя подать сами по себе. Факты подаются в определённом последовательности, в определённом контексте. Вот по телевизору. Мы только даём факты. Да никто не даёт просто факты. НБС одни и те же факты подаст картинку в одной последовательности. Би-Би-Си через другой. Евро-Ньюз – третий. Наши каналы – четвёртый. Но всё равно, если посмотреть, все они не выходят за рамки библейского мировоззрения. Понимают? Ну что это корреспонденты, не понимают. Это особо в Ленинграде. То есть через то, как они подают факты, проявляется мировоззрение редактора, который выпускает передачу. Редактор, который готовит передачу. Тот, кто канал держит, так и иначе проявляется. Но ясно всё равно, для чего всё это? А для чего даёт телевидение картинки, новости? Если быть внимательным, всегда нужно только для того, чтобы управлять. Вчера у меня была беседа, почти трёхчасовая, с одним товарищем. Ну как? Да это невозможно. Культур в мире очень много. Китайская культура, японская, арабская, где-то в Южной Америке. Я говорю, да, невозможно. Глобальное управление не существует, да? И всё идёт само собой, как ступа с бабой Егой, как пел Высоцкий. Да, я так считаю. Спрашиваю, что заканчиваю. Исторический факультет. А, ну тогда понятно. Я тогда хотя бы на основе это покажу. А почему тогда? Одни и те же факты. В мировоззрении христианском мы получаем один учебник истории. Те же самые факты. Но в мировоззрении исламском мы получаем совсем другой учебник истории. Те же самые факты, но если в мировоззрении синтаистском, японском, мы получим третий учебник истории. И даже те же самые факты в католическом и православном мировоззрении два разных учебник истории. Я говорю, почему? Значит, управление идёт действительно через культуру. Беструктовность самая мощная. В арабском мире одна молодёжь. Ну, по крайней мере, там, где они живут. Здесь совсем другая молодёжь. Там оральная культура я не видел. Что сосали сигарету. Это оральная культура. Сосуд, сосуд и сосуд. Причём лет 25 такого невозможно было увидеть. Сейчас все сосуды. От 10-летнего сигарету, обязательно в левую сигарету, правое пиво. До в бельёную седину. В левую сигарету, правое пиво. Это оральная культура. Соску бросил сосать, начал сосать сигарету. Но всё равно сосёт. А там я этого не видел. Там чё, ребята другие что ли? Ничего подобного. Такие же культура. Каждое поколение входит в культуру. И культура лепит, формирует. И мы понимаем, что культура вторична по отношению к концепции. Мы выделили, когда пытались понять вообще систему власти. Потому что это пять видов. Вот концептуальная власть. Идеологическая. Законодательная, исполнительная и судебная. Ну, не буду повторяться. Никакого разделения властей. Все друг с другом работают как часы. Но всё-таки первые, как высший уровень иерархии власти в обществе, это власть концептуальная. Можно биться в истерике по этому поводу, можно биться. Но, оказывается, мы видим это. Концепция однажды, когда-то появилась как результат того, что мы называем теорией суперсистемы. Об этом хорошо говорится. Поэтому надо как-то и затронуть тогда теорию суперсистемы. Ведь оно позволяет увидеть, понять будущее, смоделировать будущее России, будущее устройства мира. Да. Но, я бы сказал больше, достаточно общенькое управление. Весь понятийный аппарат. А что там только понятийный аппарат дается? Ветер цель, ветор состояния, ветор ошибки, понятие устойчивости. Самое управление. Да. Разные схемы управления. Полные функции управления. Понятия структурного, беструктурного управления. Вводится некий понятийный аппарат. Вот сейчас уже многие начинают говорить о важности понятийного аппарата. и Зиновьев, который в мае ушел из жизни, вдруг заговорил перед смертью в своем последнем интерьере в апрельском. Что, да все, есть, конечно, но для выявления проблем, реально, глобального уровня, вот этот понятийный аппарат, которым мы пользуемся, не работоспособен. С его помощью нельзя не выявить проблему. Нужно им было решение. По сути, в достаточной общей теории мы предложили новый понятийный аппарат. Вот как нам предложили, что он из пальца был выприслен? Нет, это тоже путем, так вот, исследований. Во Вселенной нет статики, только процессы. Все процессы носят колебательный характер. Статики нет все. Только колебательные процессы. Все, вот задание, любой какой, даже видишь, статическую вещь, я покажу, что это есть некий пакет колебательных процессов, сумма колебательных процессов. Раз речь идет о колебательных процессах, то есть им присущи определенные характеристики. Наше все-таки общество по сравнению с западным, благодаря тому классическому образованию, которое ругает, знал, что в колебательных процессах есть частота, амплитудия, фазы, гармоники. И один от другого колебательного процесса отличается тоже по определенным характеристикам. Значит, ежели в Вселенной есть колебательный процесс, то этими процессами можно управлять, либо они могут сам управляться. Если мы не видим субъект управления, значит, процесс сам управляется. Если мы видим, если мы его, как говорят по-научному, идентифицировали, определили, то мы уже начинаем задуматься, а какое, есть понятие еще такое, ну мы его ввели, понятие взаимовложенности. Вселенная – это взаимовложенность множества колебательных процессов. И то, что посвященное там изоборудованной скрижали, говорили, что наверху, то и внизу. То есть, что на уровне микромера, то и на уровне макромера. А эти действительно. Посмотрите на модель атома. Ядро, электронички крутятся вокруг, да? Да. На Солнечную систему смотрим, ядро Солнца и планеты крутятся вокруг с определенной частотой. То есть, действительно, некоторые же говорят, а вообще, может быть, мы всего лишь пылинка в каком-то глобальном колебательном процессе, где что-то все крутится, а мы вот только-только. Ну, фантазии могут идти очень далеко. Но вот весь понятийный аппарат, и действительно сейчас нужен новый понятийный аппарат. по многим причинам, потому что произошла смена соотношения того на частот биологического и социального времени полвека назад. Здесь входит уже третье поколение, которое живет в новой городе, социальное поведение. Но понятийный аппарат – это некая подготовка к освоению теории суперсистемы. Тут подготовка. Не овладев, да, вот понятийным аппаратом достаточно общей теорией управления, хотя и в теории суперсистемы есть еще и свой понятийный аппарат, нет. Понять теорию суперсистемы невозможно. Но вот часто спрашивают, а чем отличается суперсистема от системы? Мне всего пришлось в таком лекционном плане один раз в 1997 году прочитать. Я читал полный курс, ну и решил прочитать теорию суперсистемы. В аудитории было две категории – молодые студенты первого курса, так, где-то 20-25 лет, человек 25 лет, больше сотни взрослых людей разных профессий. Ну, я наблюдал, естественно, на реакцию. Вот правильно как ты сказал. Чего-то улавливают, да что-то захватывающее интересное, а что в целом? После этого я решил, что рано читать теорию суперсистем. Вот совсем недавно, после того, как в феврале я выступал на конференции шанхайского сотрудничества, вдруг появился интерес к теории суперсистемы. И уже дважды в Москве я в разных аудиториях рассказывал, я опять вижу, интерес есть, но про что это? Я не могу сказать, что это очень сложная теория. Это абстракция. И ведь предельно обобщающие понятия в материи информации – это тоже абстракция. Предельно обобщенная абстракция. Ну и хотя бы исходя, вот я произнес слово «стул». Пока я не разверну какой стул, у каждого человека возникнет свой вопрос стул, верно? Я произнес слово «дерево». Все равно, пока я не наговорю кучу слов, какое дерево – береза, рябина, даже береза, рябина, не возникнет конкретно. У каждого своя будет конкретная береза и своя рябина, которая в саду у него растет. А чтобы не указать на конкретную рябину, которая растет в моем саду, я должен еще многое еще сказать. То есть существует вот обобщающие понятия, существует целая система предельно обобщающих понятий. Теория суперсистемы – это некая предельно обобщающая теория. Если говорить вообще о достаточно общей теории управления, но многие даже не понимают, а зачем слово «достаточно»? Почему нельзя «обще»? Задают такие вопросы? Задают. Ответ есть? Очень смутно. Вот я много раз об этом говорю, попробую сейчас еще. Хотя все написано в мертвой воде. Вот наше это разумение, оно… Мы сами ограничены, вот у нас границы есть. Разумение наше ограничено. Мы не можем сюда вместить всю Вселенную. Мы можем вместить какие-то фрагменты ее, отображая различные процессы Вселенной. А Вселенная бесконечна. И вот эти взаимопонятия взаимовыложенности, процессов Вселенной много, бесконечно много. Ты смотри, что получается. Наше конечное сознание в процессе общения с миром, который для него среда, а можно человека назвать как суперсистемой. Что идет между средой и суперсистемой, даже системой? Процесс отображения, общения. В результате мы хотим вместить бесконечное в конечное. Это невозможно. Тогда появляется слово. А что, если это только достаточно общее? То есть, если мы распишем некие абстракционные, какую-то абстракцию в отношении законов, и увидим, что это применимо в той области, которая доступна нашему ограниченному сознанию, и стоит вопрос. А можно ли распространить все это на область бесконечных? Множество, бесконечно, бесконечное множество различных процессов, о которых мы, может быть, даже не имеем представления. Оказывается, можно. Вот мы пришли к такому выводу, что можно. Поэтому мы добавляем слово. Общая теория управления знает только Бог. Он – надмирная реальность. Понять Бога как иерархическое невысшее управление. Из этой системы мы не способны, из этой Вселенной. Чтобы нам понять Бога, нам надо выйти. Вот есть такая теорема Гёдера, Гёдер австрийского математика, которая сформулировала теорему, в которой он сказал, что есть вещи, которые, обозначив, понять нельзя ещё только не выйти за пределы этой системы. Вот все говорят Бог – Бог. Вообще сознание не удерживает того, чего нет в реальности. Можно чего-то там наговорить, зло как кудра, кудрячая баклёнка. Но если этого нет, ассоциативно человек начинает что-то про что-то говорить, но непонятно. А если бы Бога не было, хотя многие говорят, это люди сами придумали. Но понять, как понимают, как наши иерархи все. Есть такой термин – антропомархизм. То есть они придают характеристики человека – Богу. И вот так им удобно, тогда всё понятно. Но мы-то заговорили о некой абстракции и поставили вопрос, можно ли эту абстракцию, которую мы заворачивались по системе, распространить на всё бесконечное множество процессов Вселенной. Мы утверждаем, что да, можно. Для этого надо вначале всё-таки определиться, чем система отличается от суперсистемы. Определений вообще много систем, но мы выделили только то качество, которое действительно отличает. Вот в системе обычно, в системе ещё иногда говорят структуру, элементы системы, они в определённой взаимосвязи, и если эту взаимосвязь поменять, просто получится другая система, а эта система развалится. Ну вот это автоматическая система. Вот так как она в такой взаимосвязи, он движется, работает. Если мы даже передний мост поменяем на задний, машина не поедет. Если мы аккумулятор поставим в другое место и заставим его исполнять функции насоса, тоже не получится. То есть, хотя это будет уже другая система, может и не работоспособная, то есть не взаимозаменяемая. А суперсистема, мы пытались дать определение, это, ну можно сказать, тоже система, но в которой элементы, они подобны, они в некоторой вроде аналогичными и взаимозаменяемыми. Вот это вот первое такое качество. Второе – они обладают памятью, они могут принять в себя информацию, могут выдавать эту информацию, они могут управлять и быть управляемыми, они имеют фундаментальную часть. Ну и, конечно, сразу наш мозг так устроен, что это на человека похоже. И адаптационную часть, вот это вроде как сложнее, а чуть такой фундаментальная, адаптационная часть. Это, конечно, все терминология, многие обижают, не русская терминология, не русская, да русский язык, из-за него не будет переваривать любую терминологию, останется русским. Вопрос, несет ли новая терминология, новые качества, новые знания. Русский язык сам по себе вот так подводит, к любым понятиям. Хотя мы сторонники того, что некоторые термины из древнегреческих, древнеримских, лучше приводить на русский язык, становятся яснее. Так вот, есть же у нас, у человека есть инстинкты. Это то, что придается нам из поколения в поколение генетически. А есть привычки. Вот фундаментальная часть элемента суперсистемы, если принять за элемент суперсистемы человека, это его генетика. А адаптационная часть – это его привычки. Это та часть, на основе которой генетика дает только потенциал. А реализует человек этот потенциал или нет, то, что, как говорят, судьба у него есть, душа у него есть. Сможет он реализовать это? Это зависит во многом от адаптационной части. Чем формируется? Культура. Культура. Правильно. То есть опять не подходим. Какова культура? Какова культура? Вот таков и тип человека. Ну, хочешь не хочешь, приходится затрагивать и про типы человека. Ну, я боюсь, мы идем далеко, поэтому вот сосредоточимся вот так понятно, да, чем система отличается от суперсистемы. Потом там можно почитать, можно в интернете поискать. Есть множество определений на нам. Вот так сейчас для того, чтобы хотя бы для этой беседы понятно, да, чтобы от чего-то оттолкнуться. Ну, и если представим, что вот человечество – это некая суперсистема, поскольку мы сейчас озабочены тем, куда все пойдет. Вообще, мир очень теперь кажется каким-то неустойчивым. Даже вот до 1991 года, когда были блоки, там, НАТО, Варшавские, но было все как-то более неустойчиво. Вдруг развалился Варшавский пакт, Советский Союз, НАТО, предположим, не развалился, но все утратили ощущение устойчивости. А мы даем определение устойчивости объекта или процесса в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внутренних, внешних, явлений и непосредственного управления. Устойчивость в смысле предсказуемости. Если я руль влево, у меня подвеска идет вправо, машина ведет себя непредсказуемо, неустойчиво, я направляю. И получается, что проблема предсказуемости важнее, чем проблема устойчивости. Ну, в том смысле, как это полюпуново, что объект под воздействием внешних сил возвращается в исходное состояние после того, как эти силы прекратили свое воздействие. Так вот, сейчас, если почитать западных аналитиков, да и наших, все озабочат, будь ли не будет война Америки с иранами. А мы влезем туда или нет? Вот Путин заявил, мы не войдем никакие священные союзы на последней встрече с дипломатами. Что это все значит? И уже пошли истерические. Так мы с Западом? Так мы с цивилизованным миром против этих варваров или нет? Это все аналитики, которые имеют очень слабое представление. Да и откуда его взять-то? Нет в теории этого. И мы считаем, что в теории суперсистем позволяет увидеть то, что идет помимо… Ну, то, что идет в режиме самоуправления. То есть всегда есть что-то, что идет в режиме самоуправления, в такой мощной суперсистеме, как человечество. А то, что и управление есть, и самоуправление. Вот увидеть то, что идет в режиме самоуправления… А откуда может быть режим самоуправления? Потому что, нежели мы верим, вот мы верим, что Бог существует. Да, он дал свободу воли и свободу выбора человека, но у него есть и некий план, или как в богословской лексике называется промысел в отношении будущего человечества. И в нашем представлении человек либо может двигаться в русле этого промысла, либо может противостоять этому промыслу. Вот такие. Отсюда и два типа мировоззрения. Одно мировоззрение, которое, конечно, все это на уровне интуиции происходит, но есть люди, которые ощущают то, что мы называем «Бог говорит» со всем языком жизненных обстоятельств. Некоторые от этого даже бьются в истерике, что он еще со всем языком жизненных обстоятельств. И что же вот это все жизненные обстоятельства, но они забывают, что по сравнению со всеми остальными видами только человеку дана свобода воли и свобода выбора. Отсюда у человека воля, пословица русская, а у животного побудка, а у животного действует по побуждению, то есть на основе инстинкта. А человек на основе воли. Но если есть воля, а нет свободы выбора, то зачем воля? Но если есть свобода выбора, а нет воли, то зачем свобода выбора? Вот одно с другим связано. Теория суперсистем – это такая, конечно, абстракция. Но такая обобщенная абстракция, если ее правильно увидеть, наполнить ее содержанием, можно выйти и на понимание, а куда же пойдут процессы там, где субъекты разошлись в управлении ими с промыслом. Потому что кто-то в соответствии с промыслом, хотя он буш. Я вот… мне Бог подсказал, что надо давить этих арабов. Ну, во-первых, если Бог подсказал, это так он услышал. Он услышал соответствие в своем мировоззрении. А мировоззрение – это и следствие определенной нравственности. Бог предопределил для самого себя нравственность. Единственная праведная нравственность, нравственность это нравы, нравы могут быть праведные, а могут быть порочные. Человек стремится к этой нравственности, которую Бог предопределил для самого себя. И естественно, человеку свойственно ошибаться, поэтому есть еще понятие божеское попущение, есть промысел, есть божеское попущение. То есть человек должен иметь право на ошибку, он не Бог, хотя на месте не Бог, а на земле. Вот как только кто-то претендует на божественную нравственность, все это сто процентный демон. То есть все это я говорю от имени Бога, вчера у меня был такой товарищ. Как пророк. Да, да. Но Пушкин говорил, не нужен ли пророк важный человек. Тоже фраза очень глубокая. Ну и вот в теории, теория суперсистем по нашему мнению, она позволяет, если ее освоит человечество, не наделать много ошибок. Когда она у нас появилась как итогом вообще вот первой половины достаточно общей теории управления, понятийного аппарата достаточно общей теории управления. И сама теория суперсистем завершается разделом, который назван восстановление управления суперсистемой по полной функции. Поэтому нам придется попытаться понять, что значит восстановление управления, значит оно было разрушено. Мы начнем, пожалуй, с того, что, предположим, некая суперсистема введена в среду для каких-то целей. Ну, предположим, Всевышний имеет свои цели, нам о них знать не дано, но мы можем о них все-таки догадываться. Потому, как у нас есть свобода воли и свобода выбора, то иногда у нас ощущение, что Бог нас наказывает за то, что мы не выполняем, но Бог никого не наказывает, будем наказывать сами себе. Но таким образом складываются жизненные обстоятельства, что человек чувствует время, туда я иду. А некоторые прет, как на рожон, ему раз в лоб, второй раз в лоб, третий раз, и голова, уже и голова с плеч, а он все прет. Вышел за пределы бурочкового попущения. Еще раз хочу сказать, что Бог – это не дедушка с бородой, который не икона. Это удобно иерархам рисовать иконы, потому что даже все наши православные иерархи католические, они путают стремление человека к отображению в образах. Хочется отобразить. А чем он может отобразить? Он знает только, как человек себя ведет. Он предает Богу функции человека. И сам себя лишает и свободы воли, и свободы выбора тем самым. То есть прет против Бога. Взяли руку Иоанна Крестителя и возят. Что это такое, как не толпокронство? Знают же иерархи. Извините, но такая традиция, у нас это не обсуждается. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Либо вождя, либо священного писания, либо предания, которые мы, кто рулит предание, можем изолгать как угодно. Человек же не может вернуться в прошлое. Но он на что-то должен опираться. Вот он начинает верить этому преданию. А как понять, действительно, предание отражает прошлый опыт или это отсебятие каких-то демонических личностей в отношении прошлого? Эту фразу ходит из-за Мой Леви Матвей с каждым пергаментом «Надо держать в уме всегда это». Такое возможно. То есть мировоззрение Христа и мировоззрение апостола, оно что было? Одно и то же? Нет, оно было очень разное. Иначе бы они не впали в искушение. Он их предупреждает – молитесь, не в Симанском Союзе, чтобы не впасть в искушение. Трижды он молится, а не спят. Как они будут свидетельствовать о том, что произошло потом? Если он их предупреждает – молитесь, чтобы не впасть в искушение. Они не участвовали совместно. Молитва – это просьба. И Бог никогда не откажет правильному. Но это я ухожу немножко в другую тему. Вот некая суперсистема введена в среду для каких-то целей. Среда оказывает на давление, на суперсистему. И между средой и суперсистемой идёт информационный обмен, который мы называем отображением. На начальном уровне суперсистема имеет как бы два уровня. Первый – это элемент суперсистемы, о котором мы говорили, и сама суперсистема. Так, вот в результате процесса отображения и неравномерности развития… А причины чего он будет неравномерность развития? Ну, количество энергии поступает различными. Например, на экваторе больше энергии, а к полюсным шапкам меньше. Человек? Я имею в виду, конечно, солнечные энергии. Это сейчас выравнивается примерно. Мы учились использовать все виды солнечной энергии, потому что любая электрическая станция – это просто преобразованная солнечная энергия таким образом, большим или меньшим КПД. Потому что она топится либо газом, либо нефтью, мазутом, либо на воде, оттуда и вода. Это все преобразованная солнечная энергия. И когда-то, когда не было технологий, конечно, количество энергии поступало. Разное там в районе Нила собирали 4, 3-4, а то и 5 урожаев. А где-то на среднерусской равнине хорошо, если один соберешь. То есть, как Пушкин писал, не скоро ели предки наши. Где-то процесс идут медленнее, а где-то ускорено. Вот эта нервная мерность развития, она вследствие отображения, процесса отображения, взаимодействия информационного вот этой суперсистемы со средой. Ну и, естественно, поскольку все процессы колебательны, то в результате вот этого нервно-навидерного развития и на суперсистему идет некий поток целей. Цели могут быть, по-нарушению говорят, детерминированными, то есть определенными, постоянными. Я могу их вычислить, это я, по сути, определяю таким образом субъекта правления. Они могут быть циклическими, но тоже то идут, то не идут. А могут быть статистически упорядоченными. То есть внешне они будут выглядеть как хаос, но всякий хаос в некотором роде статистически упорядочен. Благодаря мат. статистики можно вычислить нормальное распределение, полную функцию нормального распределения. То есть вот два потока целей, которые детерминированы, которые циклические, постоянно изобновляют, они образуют структурное управление. А вот то, что тот поток целей, который называем статистически упорядочен, как раз и формирует беструктурное управление. В результате суперсистема распадается на множество регионов из-за равномерности развития. Но в каждом регионе формируется свой центр управления, который стремится к управлению общей суперсистемной значимости. Почему это так? А потому что в этом начальном этапе, пока суперсистема не распалась, в фундаментальной части разницы особо нет. То есть генетически примерно. А вот различия появляются в адаптационной части. То есть вот культуры другие разные формируются. А за счет чего они формируются? А потому что вот суперсистема распадается на множество регионов. В каждом регионе есть свой центр управления. Потому что речь идет ведь о концентрации управления. И каждый центр стремится к управлению общей системной значимости. То есть идет конкуренция между различными регионами. И для того, чтобы понять, как мы дошли до жизни такой, мир ведь разделен. Да. Разделен, жестко попередлен. Мы знаем. Есть Запад, куда входит там Западная Европа, где созданы более комфортные условия для жизни. Там Северные Штаты, Канада, Северная Америка, Южная Америка, Австралия. И они как-то вот, у них есть что-то общее, да? А есть вот страны, Китай, Индия, Япония, Индонезия, арабские страны. Их тоже что-то объединяет. Говорят, есть Запад, есть Восток. Некоторые... Киплин, как я сказал, Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не соединятся. А вот Россия. А куда Россия? Не туда, не сюда. Запад. Почему Запад считает, что Россия должна быть цивилизованной? Что вкладывает Запад в понятие цивилизованной? Вообще, что такое цивилизация? Вот для того, чтобы это понять, исходя из каких-то общих абстракций, мы увидели, что теория супросистемы в наиболее абстрактной форме, но показывает, что же, в чем здесь дело. А дело метода концентрации управления вот в этих регионах. Потому что, раз уж вот такое разделение произошло, мы должны понять, докопаться до источника. А как, вот я сказал, до жизни такой, почему сформировался Запад и Восток? Скажи любому, есть такое разделение. И каждый скажет, да, есть. А что он скажет дальше? Кажись, свое. Поэтому нужен какой-то понятийный аппарат, который бы вот показал, почему мир так разделился. Потому что, что бы ни говорили все богословы, там, ученые, для Бога совершенно без разницы. Для Него человечество единое целое. И черненькие, и красненькие, и белые, и желтенькие. Да, и он, Бог не есть, Бог не устройств, но мир. Он хотел, чтобы люди жили в всем мире. Да, они должны сохранять многообразие, цветущие, но это многообразие должно быть цветущим. Но не до самой ликвидации, чтобы одни душили другим. Даже на расу моря. Но дешевь можно получить только из одного. Сталкивая в бане. Это один бит дешевь, а другой паразитирует. Одни на других. Так вот, вот этот процесс, когда каждый регион, обособившийся, стремится концентрировать управление таким образом, ну, естественно, и другие регионы поднять под себя. И хотел бы всю суперсистему. Управлять всей суперсистемой. Но, опять, в этом стремении управлять, естественно, работает интеллект. Это часть информационного обеспечения психики. И интеллект вместе с интуицией либо в русле промысла вот это управление осуществляет, либо противостоит промыслу. То есть мы можем говорить о неком сопряженном интеллекте. Вот это центр управления. И сопряженный интеллект может работать в двух режимах. Он может согласовывать свою деятельность промыслом, конечно, интуитивно. Вот это хорошо, вот это плохо, это нравственно, это безнравственно. А может противостоять. Вот когда согласовывается этот сопряженный интеллект, согласовывает свою деятельность промыслом, тогда мы имеем по-русски название соборностью. А если этого нет, то сопряженный интеллект уходит от соборности. В соборности возможно только в соборности режим самоуправления. Ну или сочетание хотя бы управления и самоуправления. Если просто центр управления работает, только жестко управление. Конечно, структурное и без трубы. И так вот, когда мы рассматривали, попытались понять, а как вот сформировалось два таких, Вроде бы мы должны были выявить что-то, что породило Восток, а что-то породило Запад. Но мы пришли к удивительно интересным выводам. И это говорит о том, ну для нас по крайней мере, что с промыслом мы, по крайней мере, если ошибаемся, то не сильно. Мы выявили два метода концентрации проблем. Путевод делительных исследований, по которым шел процесс концентрации управления в регионах различных. Один мы назвали разрушение регионов и поглощение его обломков. По принципу цель оправдывает средство. Когда мы стали исследовать этот процесс, то мы увидели, что ему противостоит другое. Одна буква только. Цель оправдывала бют средство. Мы назвали этот метод упреждающий писем. Если рассматривать, как формировался Запад, концентрация управления шла там по первому методу. То есть, кто-то, кто хотел раз и навсегда покончить с конкурентами, со всеми, он видел эти конкуренты в центре региона. Что он делал? Он замыкал информационные связи на себя. Каким образом? Да по-разному. Всегда была переписка. Были какие-то подвески. Возьми, захвати там сына царя, возьми, внести некое искажение информационное. Ну, есть какой-то подложный документ дать, столкнуть лбами. В общем, замыкание на себя возникает вот таким образом, когда некто осознал, что все, надоели мне все эти конкуренты. Моя цель наконец-то покончить с этим, замкнуть всех на себя. Цель моя – оправдывать средства. А раз цель оправдывает средства, я могу все, что угодно – убийство, подлог, ложь. И дальше идет концентрация управления таким образом, потому что формируется вектор цели в этом центре управления. Есть вектора целей и тех регионов, которые он хочет подмять под себя. Поэтому центр, который хочет выйти из конкуренции, он говорит любым способом, раз цель оправдывает средства, но какие-то знания есть и в центрах регионов. Вот он пополняет свой вектор целей теми целями, которые есть в регионах. И начинает в процессе концентрации управления, он начинает обладать все больше устойчивости, потому что он с этого момента поддерживает монополию на знания, управленческое знание. Потому что информации много, он выбирает только управленческое знание и поддерживает вот эту монополию, что это значит. Скрывает информацию, управленческие значимые о периферии. И постепенно, постепенно все регионы формируют вокруг себя. И таким образом мы назвали это, формируется межрегиональный конгломерат, раз мы назвали это регионом. Межрегиональный конгломерат с межрегиональным центром управления, с сопряженным интеллектом. Скорее всего, это люди, которые знают, интуитивно понимают, что Бог есть, ну и что есть. Но которые, раз они допускают убийство, подлог, сколько в истории было всяких войн, значит они идут против промысла сознательных. Хотя у них есть свои иерархии, религиозные. Так вот, да, он обладает самой большой устойчивостью, но только по сравнению с теми регионами, которые он присоединял к себе. Но он не обладает устойчивостью, которую мог бы обладать, если бы действовал несколько иначе. Вот такой межрегиональный конгломерат мы воспринимаем как Запад. На чем он стоит? Потому что, и как он мог сформироваться? Ну тут, надо тогда вернуться к понятию полной функции управления. Вот ее, все метапы. Что у нас там на первом этапе? Опознавание фактора давления среды. То есть, этот первый этап, он самый важный в смысле того, когда человек определяется, он субъект или объект. Потому что, смотри, как только человек вышел на какое-то новое знание, он увидел нечто новое, он ведь может и не увидеть, может и пройти мимо. Если он выявил это новое знание, как он? А он всегда сравнивает это и это. С чем он сравнивает? С тем, что он уже знает. Вот в этом суть первого этапа. Индентификация нового фактора среды. Потому что к нему, к нему, это знание пришло как бы из в день, из среды. Ну вот каким, таким новым фактором для центра, который вел и ведет до сих пор концентрацию управления, по первому принципу разрушения соседних регионов и вбирания их обломков в себя. Мы считаем, если теперь перейти от абстракции конкретным, это произошло, видимо, в древней Египте. Этим новым фактором было следующее. Это закономерно, потому что Египет, по сравнению со всеми, с Вавилоном, с Шумером, они-то тоже обладали определенными знаниями, с хетами. Он обладал главным отличием. Он имел письменную историю. Ко времена фараона, в момент Хатепа IV Ахнатона, который совершил религиозную революцию, письменную историю древней Египты составляла уже около 3,5-4 тысяч лет. А что дает письменная история, как второй приоритет об общенном связи с управлением? Дает возможность увидеть не только, что происходит в глобальном историческом процессе при жизни одного поколения, но и при жизни многих поколений. Если человек обладает определенной наблюдательностью, он вдруг может прийти к такому выводу, что глобализация, как процесс концентрации в производительных всеобществах, это процесс объективный. Вот тот, кто дошел впервые до этого, сделал величайший шаг. Дальше это и есть выделение из всего многого того, что он знал, после чтения папирусов, он пришел к такому выводу. А мы, это без нас, при нем у нас происходит. Идет процесс концентрации в производительных всеобществах. Темпы, конечно, такие, как сейчас. Но управление этим процессом концентрации субъективно. Вот если кто-то из аэрофантов 22 пришел к такому выводу, это величайший шаг. Потому что дальше все в соответствии с полной функцией. И с теорией суперсистемы как раз писано. Если один из элементов выявил факт. Дальше. Внес в свой вектор цель. Индентифицировал его. Ввел в свою систему стереотипа. Выработал по отношению... А зачем им это новое факт? Просто так любоваться им? Что с этим делать? Если есть, он выявил некий объективный процесс, который идет помимо сознания его жреца, фараонов. Они взяли управлять этим объективным процессом концентрации производительных сил общей. Вот он и совершил первый шаг. Можно. Для этого надо создать концепцию управления. Это четвертый этап полной функции. И другие элементы, поскольку они обладают памятью, они управляемы. Кто-то подхватит это, передаст другим. И пошло-поехало. Дальше создается уже просто структура. Дальше три этапа полной функции управления. Именно первые четыре этапа идентификации нового фактора среды, введение его в систему стереотипа, формирование вектора цели в отношении этого нового фактора. Что из себя представляет? Он обнаружил некий объективный процесс концентрации предварительных сил. А поскольку он сказал, цель оправдывает средства, я теперь владеетен, да я тут всех построю. И формирует концепцию, распространяет ее. И пошло-поехало. Он обладает... Остальные управленцы в остальных регионах, они понятия об этом не имеют. Но поскольку он знает, вот почему мы говорим против промысла без промысла. Если бы... Ведь это очень трудно. Обвинить человека. Мы все под Богом уходим, что этот прет против промысла. Они сделали самое главное. Они решили. Они же понимают, что человек от рождения, как крайне говорили, все муслимы. То есть искренне верующие Бога. Это дается от рождения. Только потом они становятся мусульманами, христианами. А они просто искренне верующие Бога. Если он это знает, а так, тогда я эту концепцию, субъективную концепцию, подам от имени Бога, иерархически наивысшего, всеобъемлющего проблем. На основе этой концепции, то бишь Библии, священная книга, написана самим Богом. А то, что она написана вот этими жрецами, которые стали знаками, разница между жрецами и знаками, это то, что жрецы занимаются действительно жизнеречением. А знакари, но они считают, что они жизнеречением, но чтобы, как некоторые, с кем я общался, мне жирный кусок. Остальным по статусам принципов. И в то же время, есть внутренняя уверенность, я рулю всем. А если так, то почему же Бог мне благоволит? Если богатый, значит, ты действуешь в соответствии с промыслом Бога. Вот это надо было сделать. А что? Конечно, Библия не сразу появилась. Но на основе ее художники стали рисовать картины, писатели стали писать романы. Томас Манн написал Блатон и Васильев братья, а Леон Фехтвандер иудейскую войну. А Достоевский написал про великую инквизитору. А Бах написал страсти по Матфею и страсти по Иоанну. Постепенно в течение многих ста лет формируется культура. Каждое новое поколение входит в эту культуру и лепится этой культурой в нужном направлении. А эти ребята, которые когда-то дошли на такой они исчезли. Зачем? Идея была, идея жила дольше. Поэтому концептуальная власть это и люди, но это прежде всего идеи. И для мы сегодня говорили с тобой об этом. И в то же время это реальные люди. Но они не президенты. они даже не банкиры. Они должны иметь право входить в любые процессы и быть прозрачными для окружающих. Иначе если они будут президентами, то им такую лапшу на уши навешивают. Они должны ездить с охраной, со сворой, кинокамера с прожектором, журналистами, все пальцем в них тычут. Чего он увидит такой субъект? Ни хрена. Ему что нужно, то и повесить. А такого повесить на уши нельзя. Он должен легко входить в любые процессы в любой стране. Все это видеть. Все понимать, видеть куда. Процесс отклоняется. все, пошла выпись. то есть мы остановились на том, что субъект этих есть понятие такой иерархии взаимовложенности. Мы сейчас говорим о глобальном направлении. Естественно, управление на уровне океанов существует. Весь региональный цивилизация существует, отдельные страны. Так вот, для чего собственно я бы хотел вернуться немножко к началу. Введена суперсистема в Среду КАЦ освоение потенциала развития и выдерживает давление среды. Вот как бы два. А для того, чтобы выдерживать давление среды, нужно иметь некий запас устойчивости. Мы называем его элементным запас устойчивости. То есть те элементы, которые не задействованы. Вот это очень важно понять. суперсистема, мы говорим о том, что для освоения потенциала своего развития. Но дана свобода воли, свобода выбора, как идет этот процесс освоения потенциала развития? Должен идти в соответствии с проблемой. И поскольку интеллект, всякий интеллект управляется по полной функции управления, вот эти все этапы, то в процессе отображения идет обмен информационный. И вот может породиться, еще раз я возвращаюсь, потому что в результате информационного обмена в процессе отображения может породиться как соборный интеллект. Это когда сопряженный интеллект конкретного региона, он ведет свою деятельность управлительскую, ведет концентрацию управления, в соответствии с промыслом, он обязательно порождает соборный интеллект, мощь которого намного выше, чем мощь отдельного индивида, не важно, кто это, лошадь, банар, лица или жрец. Если же я просто повторяюсь, но как бы на новом, если же он зная, интуитивно ощущая, что правда сел есть, ну вот мне так хочется, то он конечно развивает сопряженный интеллект, развивается демонический тип строя психики. Потому что только демон может идентифицировать культура эта для него хороша или плоха лично для него, а потом либо породить новую культуру, но культуру может быть как созидательной, так и разрушительной. Я начинаю что-то делать, одновременно вроде созидаю, что-то и разрушаю. Вот как эта цивилизация, она конечно многое строит, но она разрушает биосферу, разрушает равновесие биосферное, пока человека не было. потенциал освоения развития идет таким образом, и мы уже говорили, что сформировался межрегиональный конгломерат, устойчивость управления, в котором достаточно высокая, но потенциаль она может быть и выше. Вот теперь мы поговорим о том, а что может быть противопоставлен освоение потенциала развития через концентрацию правления методом разрушения окружающих соперничающих регионов писания и поддержания монополий на знания. Мы называли это метод упреждающий пис. То есть какой-то центр, который тоже занимается концентрацией правления, он идет несколько другим путем. Он нависает над управлением этих регионов, идентифицирует их цели, выявляет идентифицирует их цели, вносит как и тот в свой список целей и старается, чтобы глубина идентичности в векторах целей его как центра и векторах целей соперничающих регионов была такая, чтобы не было антагонизма. Это понятно? Понятно. Нависает. Это как? А нависает, ну, это слово, такой термин, знакомница, европейцы, едут люди, казаки, изучают жизнь племени, народа, изучают обычаи, соотносят со своими обычаями, говорят, да, вот это хорошо, это мы даже можем себя применить. Главное, чтобы не было конфликта, ведь если говорить о России, она вступала в военный конфликт только тогда, когда ее доставали. Когда ее не доставали, и все вот эти там чеченцы, абреки, Россия была перед выходом. Они не любили трудиться самостоятельно, они жили во многом как кочевники наездами, захватом пленом и работорговлей. А в России никогда работорговли не было. То есть они брали плен, ну и что с ними делать? Вот воевать, уничтожать их всех? Ну раз приедешь, раз зарежешь, они снова, значит их надо выяснить, их обычаи, как они живут, то, что в нашем понимании вектор цели, какова упорядоченность их внутренних устремлений, к чему они хотят. И вписать в свой вектор целей свой вектор целей, соотнести с их вектором цели, чтобы они были не антагонистичны, но главное, чтобы инверсии не было. То есть, чтобы на одном приоритете были одинаковые векторы целей. и как это можно сделать? Ну, как вот, Шамиля взяли в плен, детишек ее привезли в Калугу, стали обучать, и многие же ведь из Средней Азии, из Кавказа, они не уничтожались, правители, они допускались к двору, они входили в окружение российского императора, и Петр первым этим занимался, и все последующие Романовы, и до этого, а после татаро-монгольского нашествия, как? Ведь империя Чингисхана обладала своими целями. Это был тоже особый период процесс концентрации правлений. Причем империя была несопоставима, в истории более таких не было. От Японии, Индонезии и до берегов Адриатики, Римской империи и империя Александра Македонского близко там не стояла, по масштабу, а народу всего ничего. Жили в юртах, их как было тогда миллион, так и сейчас их миллион было, два миллиона. Как же они управляли? Но у них были какие-то свои цели, и они столкнулись с Русью. И чем закончилось? Монголы вернулись в свои степи, но те цели, которые были в центре управления этого региона, были идентифицированы центром управления России, были внесены в свой вектор цели. И по сути, если посмотреть, мы сейчас с несколькими методами продолжаем дело, и многие, как Сталин назвали, Чингисхан с телефоном, или Тамерлан с телефоном, то есть Запад, а почему Чингисхана назвали, что это бич Божий. Вот этот межрегиональный конгломерат, а сформировав концепцию правления, субъективную, объективную процессу концентрации правления, это просто показатели Библии же распространялось, были эмиссары, вот так вот они писали, кого войной, кого уничтожением, и вот это христианство, о котором говорят, что он такой белый, пушистый, ничего подобного, все на крови, пришли в Северную Америку, уничтожили все местное население, а то, что осталось, оно не представляет уже никакой ценности в Южной Америке. И где этот центр, который управляет Западом? Где? Кто? Это что? Германия? Это что Великобритания? Что Соединенные Штаты? Ничего подобного. Библия. Культура на основе Библии. Через нее это более-менее аморфный, но чем-то единый. Это есть конгломерат. А где центр? Ищите, не найдете. Но Роженица породила этот вид концептуальной власти породил Древний Египет. Почему вообще такое возникло? И какие мы можем найти моменты, что вот тот межрегиональный конгломерат, с которым мы в 21 веке имеем дело, какое-то отношение имеет к Египту. Сказать, что древнеегипетское знахарство, жречество породило Библию, это мало сказать, это надо еще доказать. Жречество это было и до этого. Но если мы начнем действительно по второму приитету по истории идти, вот Александр Македонский. Это что в голове этого мальчика возникла идея о мировой империи? Ведь как подают всех фильмах? Вот такой был Филипп Македонский, Грецию и все. А потом продолжал его дело Александр Македонский. И вот он почти дошел до Индии, создал такую империю, потом раз, нет его, и все разрушилось. А если посмотреть на это дело, а кто был учителем Александра Македонского? Аристотеля. А где учился Аристотель? В Египте, гусоистов милицов? И почему не состоялась империя Александра Македонского? Это уже было последнее четверть тысячелетия, первое тысячелетие до новой эры. Что остановило? А есть такой момент, который всегда надо быть очень внимательным к исторической литературе. Есть такая вещь, книга называется Альбер Ревиль Радцос Иисус Назарянин. После перестройки у нас вообще священную книгу Толота Великой Пресвященной все переиздали, а вот Альбер Ревиль не переиздали. Я догадываюсь почему. Там есть один тонкий момент взаимоотношения эллинистической древней Греции с Иудеей. Вот когда они стали соединяться, вдруг иудаизм под воздействием эллинистической культуры стал растворяться. А иудаизм это религиозная основа периферии древнегипетского жречества. Ведь задача вот этого межрегионального центра поддерживать устойчивость управления. А как поддерживать? Нужна периферия. Ведь жречество раньше со своей периферией общалось. Вот институт Дельфийского Оракула. Там кто Пифи? Что такое Оракул? Это слово только. Это система предсказаний. Пифи чего-то бормочет, а Плутар, все его знают, как историк Древней Греции написал книги, не одну, а он был по совместительству и жрецом Дельфийского Оракула. Чем он занимался? А вот это бормотание под воздействием газов, которые шли изращения, выдавал за некие предсказания, типа крест собирается идти войной, Великое Царство разрушено. Да. Как не идти, крест передя реку Галец разрушит Великое Царство. Он пошел, разрушил свое Царство и ведут обратно. Вы чем меня? Я не сказал какое это Царство разрушить, а ты не спросил, что это свое разрушит Царство. То есть система управления путем оглашения и умолчания существует до сих пор. Порождена она была в Дельфах, в храме Артемидии, это и есть Институт Дельфийского Оракула, Американцы сделали фильм и прямо сказали, что этот институт предсказаний, институт управления существовал две с половиной тысячи лет. А если он существовал, куда он делся? Он никуда не делся. Но любой миф, если возьмешь обязательно, найдешь какую-то связь с Древней Египтом. вот например миф о Донайе или миф ведь есть фивы египетские, но есть фивы и греческие. Так ведь? И там происходили какие-то очень странные события. И на основе этого существовали мифологии определенные. И на основе этой мифологии и мы видим, как к нам вторгся Дельфийский Оракул со своим мифом Мадонайи в самом начале перестройки, когда нам в газете труд показали полчерепа нашего генсека на фотографии 19 миллионов тиража. Здесь сидит все подбюро, выступает Горбачев и полчерепа. Зачем это? Кто это? Говорит, ну случайность. А как Пушкин говорил, поведение не алгебра. Ум человеческий в простонародном рожении не пророк. а угарщик он видит общий ход вещей и выводит изону глубокие предположения, зачастую подтверждаем время. Но невозможно ему предвидеть случай мощного, мгновенного о роли проведения. С проведения начинается, с проведением заканчивается. Хороша случайность, когда полчерепа генсека показывает на всю страну тиражом почти 20 миллионов. Бессознательно и круче сознательно. Можно было всяких слов написать, но кому надо, не все, конечно, заметили полчерепа. И что-то в них отобразилось, что те, кто знали миф Адоная, что был царь такой аккрестии, в маленьком царстве греческом, их там много было, царств в Аргосе, которым дельфийский оракул предсказал, что ты погибешь от своего муку. А как с предсказаниями, как к ним относиться, особенно к негативным? Царь не знал, ему никто не объяснял. Он решил убежать от негативного предсказания, взял свою дожданаю, посадил ее в медную башню, но никто. Но по мифологии Зевс в виде золотого дождя проник, вот появился сыночек, что после этого делает царь бочку и там сундук, варианты разные, и море. Ну, как всегда, есть рыбаки, которые все это спасли, и вот сын, внук Акрыси и Персей становится героем, потому что он совершает множество подвигов уровня Геракла. Медузу Гаргону убивает. Вот он приезжает на Олимпийские игры в свой родной Аргос, где родился. И во время соревнования по метанию диска сносит полчерепа своему дедушке. Сбылось предсказание. Это управление? Помнится? Это устойчивость по предсказуемости. А у нас спустя несколько тысяч лет после этого появляется череп, полчерепа, полголовы нашего генсека, от которого вся страна, все общество эйфории. Ой, какой хороший, какой хороший, какой замечательный нас руководить. А те, кто знал, говорят, ребята, дело пахнет жареным. В нашу территорию, в наше информационное пространство в Торксе институт дельфийского оракула. И он дает, кому следует предсказание, что вашему руководству крыша будет смесена, а кровищев нет. Поправить эту крышу. И через шесть лет мы увидим. Нет руководства, нет страны, нет партии, которая изображала рулевого. Партия наша рулевая. Рулевой только рулит, рулевой курсы не прокладывает. Партия только рулила. А кто курс прокладывал? Кто нашими штурманами были? Пойди, попробуй. Они что, в Кремле сидели? Да. вот курс-то прокладывает как раз концептуальная власть. А рулевые только правая руля, левая руля, они понятия не имеют о том, куда курс-то проложат. Поэтому полчерепа и снесли. Так что вот концептуальная власть эта штука серьезная. Баловаться с ней нельзя. ну а мы все-таки попытаемся перейти понять а что могло быть альтернативой. Вот увидеть альтернативную этому методу концентрации, потому что мы уже договорились о том, что суперсистема в результате неравномерного развития распадается на множество регионов. Это мы говорим о чем, да? И каждый регион имеет свой какой-то центр управления, который стремится к общей суперсистемному уровню значимости. Вот второй метод мы назвали упреждающий вписывание. Мы рассмотрели, как что нависает это понятно теперь? Да. И под закричивать и поддерживать информированность центра на уровне информированности периферии. Вот это большая разница. монополию на знание, что периферия никогда не знала, что хочет центра. То есть возникает некий даже антагонизм в некоторых целях, те на этом кайф ловят, на антагонизмах и все время укрепляет своему наполю. А вот в упреждающем вписывание наоборот. И тогда регион, который вписывается, он не считает, что с ним поступили плохо. Потому что он входит в некое объединение, и он обладает информацией о перспективах развития и так далее. Вот это так без особых теоретических изысков в среднем метод упреждающего письменя. Но в нем уже цель оправдыва ют средства. Цель одна буква меняет. Там цель оправдыва ют средства. А тут цель оправдыва ют средства. То есть неверная цель корректируется по мере развития процесса вот этого концентрации управления. И таким образом формируется много региональный блок, обладающий колоссальным запасом устойчивости. Потому что у него информированность периферии поддерживается на уровне информированности центра. И вот мы имеем Россия как раз развивалась как цивилизации которые Запад и Восток еще не в состоянии идентифицировали как цивилизации они друг друга идентифицируют и как бы противостояние Востока и Запада который никогда не соединяется. Но Россия сама по себе цивилизация сформировавшаяся по второму методу упреждающего вписывания цель оправдывает средства. и об этом говорит хотя бы ее территория одна шестая часть света. Но у нее видимость совершенно другая. Она внешне как страна потому что у нее есть государственные границы и в то же время она цивилизация со своей столицей даже две столицы. а туда входит множество народов более 150. Фактически присутствуют представители всех религий и она в единых территориальных границах. Но поскольку цивилизационным строительством осталось цивилизационным строительством там занимается народ а государственная элита вот тут то и ну значит мы подошли к второму методу концентрации посредством концентрации и непосредством упреждающих писем так так вот который отличается от первого не только одной буквой цель оправдывают средства но и тем что центр управления который занимается концентрацией таким образом дезинфицирует вектор цели центра управления соответствующего региона нависает над его управляющими структурами как нависает вектор цели замыкает их вектор цели на свой вектор цели и поддерживает можно говорить идентичность по глубине векторов цели то есть так чтобы не было антагонизмов не было инверсии вектор цели это понятно не будет виноват формировок вот в результате формируется многорегиональный блок который обладает большей устойчивостью чем межрегиональный конвенерат именно в силу того что периферия его она поддерживает меры понимания периферии на уровне меры понимания центра то есть знания не герметизируются а наоборот делятся ну и было же в царской России что элиты вот этих всех государств проходили обучение и даже входили в Среднюю Азию Кавказы кто там у нас еще был Прибалток там Польша ну после того как такой блок сформировался кто мы определились кто ходит в Аминерад это весь Запад и определились что является концепцией управления процессом концентрации производительных сил общества в Библии определились как формировалась эта периферия но мы начали с того что начало жречества вполне видимо осознанно имела контакты с периферией вот я рассказал на примере как и Дерефийский Оракул но задача была какая поскольку все-таки жреческие структуры в Древней Египте были на виду необходимо создать такую периферию которая во-первых не идентифицировала эти 22 аэрофанта как своих собственных хозяев первое второе чтобы эта периферия возомнила сама что именно она всем управляет это не просто было создать такую периферию потому что Древний Египет представлял тогда собой высший уровень это ну где-то первое второе тысячелетие до новой эры это был очень высокий уровень цивилизации все окружение было нижнее естественно они очень много знали но понять как они формировали эту периферию это ушли у нас годы надо было нам самим отрешиться от многих внутренних стереотипов мы стали попытались понять что было в истории тогда такого противостояния с кем-то чтобы заставило пойти на такой шаг с учетом того что вот этот центр управления выявил новый фактор среди новое знание которыми владели не один из регионов а то что концентрация производительных все общества процесс объектив и концепция не так как мы сейчас понимаем типа священное писание якобы богом продуктованное было наработка наработки вавилоне древнем шумере все это было надо было осветить богом осветили надо была вот какая-то общество которое абсолютно в это поверило и нам представляется что критическим моментом было вот эти религиозные реформы эхнатона эхнатон это один из фараонов аминхотеп четвертый который правил с 1375 по 1358 год то есть порядка 17 лет который проходил обучение Кириополе у жрецов но вошел почему-то с ними в конфликт что там могло произойти ну перед этим Египет вел очень длительные войны с хетом и победить не могла ни одна ни другая сторона вот в Европе все запомнили 30-летние войны помнишь по истории многочисленные немецкие государства там были войны а в Египте 300-летние война шла кто хета побеждает кто египтяне ну в силу неравновенности развития кто-то придумал лукс остревован на луче а кто-то щит кто-то стенобит машина а кто-то как крепость ну в результате вот это опять наше представление они перешли от 6 противостояния на уровне 6-го приоритета к методу культурного сотрудничества по всем 6-ти приоритетам с учетом того что информации мировоззренческие уровни первого приоритета они владели и если они поняли что глобализация как процесс концентрации производителя всего общества это процесс объективный если какие-то предпосылки даже они они обладали интеллект они выявили этот фактор очень важный мы уже говорили с основания чего что у них была письменная история развития их цивилизации фактор выявили функции другое дело если он понимает он эти этапы сам заполняет если он не понимает то место него это заполняет но видимо они многое понимали был такой город Кадиш в современном Израиле Палестине он нес функцию типа международного почтамта и телеграфа одновременно потому что информация циркулирует в обществе циркулирует с той скоростью какова скорость средств передвижения парусники караваны верблюда вот там пересекались морские пути и караванные пути а всегда кто контролирует центр информационный пересечения тот может перехватывать почту знать где что делается поэтому товарищей неправильно говорил захватить почту и телеграф и вокзал узнаешь вот борьба за эти центры шла но те кто вели войну они понимали а им особенно не объясняли зачем дальше земля обетованная там на этом же месте Кадиша современный Иерусалим и была битва при Кадиша где-то в 12 веке до новой эры которая на наш взгляд явилась переломом но к тому времени все уже было готово жречество все подготовительную работу провело а что было готово им нужны были люди ну в общем они выводили можно сказать пытались вывести новую породу людей которые бы очень быстро адаптировались к изменяющимся социальным условиям а как это спросить а что у них левый полушарий доминирован надеятельностью право это значит а как это сделать чтобы абстрактно логическое было доминировало предметным образом если посмотреть на жизнь вот детишек ты вообще и людей надо лишить бы возможности производительно трудиться руками чтобы они больше думали головой когда люди думают и процессы лексически оформляют но не имеют о них образного представления там можно подписать но ничего и я думаю что многие вещи которые в библии описаны они действительно были только трактовка реальная подоплека иная вот всем известно например как в библии говорится что евреи был езипский плен а как они оказались плен плен это было необычное рабство было тогда повсеместно это нормой было но это были какие-то рабы не такие как все а в чем была особенность они были рабами храмовыми в Египте же центрами управления были жреческие храмы фива муфиси обычные владелицы стараются набрать разных орудий труда говорящих чтобы они между собой не смогли договориться а тут одно племя которых вокруг пустыни бродило много было взято в плен и как скотина просто их пригнали в Египет история с Иосифом все красиво но сам факт что евреи были в рабстве в плену вот отталкиваясь от этого какое-то время они будучи в плену были как подопытными кроликами в каком смысле они же были еще как в каменном веке обрезание это делали каменными ножами у них не было ни религии ни письменности ничего у них не было они занимались их использованием на охрану постройках скорее всего жречество занималось изучением их на предмет создания из них новой породы людей то есть это была какая-то расовая доктрина типа как вот нацисты пытались выводить новую породу людей это у нас троцкисты в 30-е годы этим занимались Тимофей Фрисовский будучи в бухе на нацистской Германии вот и они этим занимались если они поняли что и нам понятно я думаю что они кое-чего тогда понимали сверху что они поняли надо кадр брать для этого надо подготовить команду хорошую дальше все в мифологию пришло но их нужно лишить возможности производить и трудиться они же были кочевниками скотоводами вот представьте себе такую картину спроецируем ее на сегодняшнее время вот давай представим люди живут в поселках довольно культурного типа на очень полудородной земле собирают 2-3-4 а то 5 урожая Нил это очень полудородная долина Нила по обеим сторонам это в Нил живет концентрация колоссальная даже тогда 10 миллионов человек и вдруг приходит кто-то и говорит слушайте вы рабы давайте мы побежим в пустыню и пойдем за нашим Богом Он нас освободит я думаю сейчас идиот таких нет почему тогда были такие идиоты вот меня поражает что прошло столько тысяч лет и никому в голову не пришло задуматься евреи бежали или их погнали а если погнали то во имя какой цели не той которая декларировала та которая была реально я думаю что их погнали в Синайской пустыне были концлагеря ну я так условно там были рудники серебряные там руду добывали управляли серебро они были заброшены и по сути Синайская пустыня была первым концлагерем куда загнали вот этих бедных кочевников которых мы теперь называем вернее потомками которых мы теперь называем евреями это были обычные кочевники которых и внешне они ничем не отличались от других кочевников и задача была как в Библии написано выйдут отсюда только те кто не понимает разницы между добром и злом сделать из них зомби биороботов но не простые биороботы а самоуправляющиеся а самоуправление возможно только при наличии концепции управления верно вот поэтому история видимо сложилась так почему я говорю история всегда в рамках того иного мифа и нужно владеть неким методом чтобы понять а какова была реальная история вот наше представление если отбросить всякие глупости которые понаписаны а все делалось не на основе там каких-то эйфорических идей что тогда произошло вот вот этот момент хатеп четвертый мальчик расписывался гелиополю определенной традицией вдруг сбунтовался не стал проводить политику жречество амона отказался там попеременно в зависимости от того севера или ю доминировал в столице древних где-то было то фио то а он решил порвать вообще с этим жречем написал какие-то гимни перенес столицу посередине между фиовами мемфисами прямо посередине назвал себя Эхен Атон столица то есть угодный богу а столицу назвал Ахет Атон это горизонт бога поскольку он все-таки был фараоном колоссальное строительство развернуто прекратил вот эти все завоевательские войны в культуре произвел очень большие изменения вот живопись стала менее абстрактной ну в египетской живописи вообще очень сложная традиция древняя особенно все что касается перспектив ну и детей у него дочерей было много стал проводить совершенно странную политику что конечно элиты не могло быть принято мы стали изучать гимнатон и поразились что содержательное формное содержание они очень близки Коран там тяжелее но Коран написан белым стихом особой ритмикой и вот представь себе что эти гимны которые дошли до нас они же были написаны в какой-то письменности вероятнифической потом были переведены на какие-то языки латынга древнегреческий потом английский он у меня стоит древний египет книжка английская а потом на русский и тем не менее сохранилось содержание и ритмика стиха то что удивительно который есть Коран значит нам стало понятно что всем давалось примерно одно и то же откровение вначале было раз вырулить свыше кто выше равно был еще и жрец воспитанный вещество вот первое откровение скорее всего было дано велития потом было дано Иисусу Христу человеку но образовывание достаточно примерно это получалось раз ну разница где-то 628 лет и потом последнее давалось действительно Мухаммаду если отбросить все от себя тяну левих мат и прочих и выбрать только то что непосредственно давалось создать как бы некое из апокрифических и экономических евангелий всех четырех евангелия от Иисуса Христа то это получится тоже очень много созвучно с гимном Атом и с Кораном значит в откровении по крайней мере формы отличались немножко но давалась одна и та же содержательно значимая информация о мире и вот прошло семнадцать лет жевщество ОМОН фактически взбунтовалось потому что их отодвигают кормушки многие сателлиты приемники поставили жалобы писать как же так вы нас бросаете дешевле цивилизации мы думаем что Эхнатона физически устранили ненависть была так сильна что город разрушили все надписи которые упоминают о нем как о величайшем реформаторе были стерты почти ничего не осталось и по сути уже в течение одного поколения там гробницы саркофаги в общем старались память стереть но теперь вот так вот подумаем вот у нас был Ленин Аркс вот сейчас разделяет это где-то столетия да Моисей появился где-то столетия спустя после Эхнатона это близко ко времен ко времен Троянской войны вот битва Прикадища мы все-таки усматриваем что Моисей вот ладно Эхнатона уничтожили там но последователи остались идеи живут дольше в них всегда находятся последователи и почему мы оцениваем Моисей как последователь Эхнатона и почему мы считаем что в Библии многое неверно исторически реально Моисей сильно отличается от Моисея библейского и даже согласно Библии он убит был первый год Синайского Троупахова загнали это племя но предводителем шел открыто Моисей то есть жречество ОМОН Ра потому что когда я сказал изгнали вот такое силовое изгнание силовой захват это одно силовое изгнание это намного сложнее оно имело изгнание цель но выглядело оно как бегство и предводитель был у этого племени то есть если эксперимент их на то на проливиоз реформе окончился среди Египта неудачно об этом и Фрейд Зигмунд Фрейд писал Моисей как Египтянин много есть литература тогда а почему бы не попробовать эти идеи дать вот такому народу которые не развращены этой цивилизацией понимаешь поэтому внешне видимо это было бегство а подтекст был изгнание для решения очень серьезной проблемы вот как управлять на уровне глобальной цивилизации как создать периферию тогда должны рядом с Моисеем быть опекуны его из альтернативного жречества от онра который должен его сопровождать и поскольку в пустыне жрать и пить нечего бывал там смотрел тяжело там то видимо из жительниц египетских храмов подбрасывали там чего-то чтобы они все сразу передохли 42 года и Моисей был убит первый же год этого синаевского похода видимо миссию свою исполнил как предводителя и скорее всего был убит по указанию периферии жречества амона рак который шел вместе с ним и что же им делать в 42 года работать негде манна небесная плюс какая-то подкорбка и роптали они это говорит о том что не бежали они их огнали потому что ропот был ведь если читать внимательно поэтому у нас есть синаский только поход такая почему нам здесь не дают ни чеснока ни лука ни кабачков в Египте нас кормили лучше то есть какое-то осознание что их погнали там было им там было тяжеловато но поскольку производить натрудиться они там не могли они вынуждены были работать головой чем они занимались боевой и политической подготовкой и к концу 42 года это была уже такая сплоченная старики все вымерли молодежь которая родилась в этом походе уже не имела памяти того что было по жизни в Египте вот эта орда закаленная брошена была в Палестину где жили эти крестьяна и они быстренько ее завоевали все это в Библии принесено как Бог дал им землю готова так Кадеш был захвачен цель была достигна но естественно вот тот добрый Бог который хотел людям Бог не есть Бог не устройственного мира превратился в Тория кровожадного Бога предавая всех заклятию старых молодых скот никого не оставляют живых то есть они воспитывали жестокость и Бог Эхнатона был подменен Богом скорее специально для этого которого в своих головах придумали вот эти жрецы ОМОН РА и с этого момента периферия существует отдельно жречество контактов прямых нет контакты только возникают эпизодически в этот же момент можно сказать что роженица которая породила концептуальная власть умерла древний Египет после этого превращается в обычное государство он породил высший уровень концептуальной власти не только и периферию и концепцию и вначале было два государства Иудея и Израиль Иудея она южнее Израиль севернее Израиль не принял этого злого бога Яхве кровожадного поэтому он был ликвидирован как отцовший ветвь сто лет просуществовал а Иудея тысячу лет просуществовал она стала провинцией вначале в государстве после Александра Македонского Птолемеев потом Древней Греции но вела себя всегда очень так вот походы Александра Македонского они остановились и опять мало кто осознает где причина где следствие ведь Александр Македонский завоевал Едипет как нож сквозь масло прошел потому что он понимал что он ученик там разрабатывался проект завоевания Александра Македонского но они поняли что это не есть выполнение абсолютного замысла потому что иудаизм их периферия при столкновении с эллинистической культурой полуантропоморфного количества многих что богов древняя Греция может не устоять когда всех же не проконтролируешь они стали видеть что иудеи потому что во времена Птолемея этот контакт произошел Птолемея и Филадельфия была уже Александрийская библиотека и вот нашлись 72 священника Харавина там представили их тогда Птолемея и Филадельфия у него был поэт Калибар который заведовал Александрийской библиотекой был хранитель одновременно был ну можно сказать главным советником и вот тогда-то и было предложено давайте переведем этот орук на древнегреческий и на греческое перевели Александрийским стихом так появился появился септуагин то 70 толковников и так иудоизм пошел во внешний мир как идея но как иудеи говорят они прозелитизмом не занимаются им этого не надо они были очень замкнутые и вот в истории есть один очень интересный факт на который обратим внимание только Александр Сергеевич Пушкин который дважды писал про египетические ночи это все имеет отношение к суперсистему но поскольку он часто умел после первого своего столкновения он понял что он столкнулся после написания Гаврилляды с некой силой которая может уничтожить любого который откроет эту тайну Гаврилляда внешне это шуточное произведение написанное столь молодые годы столь талантливо но главные слова которые почему-то мимо внимания пушкинистов всегда проходят с рассказом Моисея не соглашу рассказа моего он выбослом хотел пленить еврея он важно лгал чувствуешь как все о чем я говорю и слушали его Бог наградил нам слог и ум покорный стал Моисея известный господин но я повер историк не придворен не нужен не пророка важный чей о ком это Пушкин это он о библейском Моисея а какого был исторически реальный Моисей Пушкин не знал но библейский Моисей ему не понравился вот он его так и вывел и начались гонения за эту гаврилиаду ему много пришлось перетерпеть и только после того как Николай Павлович император который в 1726 году зашел на престол и пригласил Пушкина из ссылки в сентябре и они поговорили тет-а-тет восьмого сентября а Пушкин перед этим изучал эпоху Птолемеев империя Александра Македонского распалась на четыре части вот южная часть куда ходили Сирия Иудея Египет со столицы Александрии вот он изучал и обнаружил что когда Птолемеев Филадельев вошел на престол то ему было 30 лет и Калимаху было 30 лет поэту он не то чтобы хотел уж так предложил напрямую Пушкин когда этим занимался свои услуги но Пушкина было 27 а Николай Павлович был 30 вот твой возраст и у них в руках империя одна шестая часть света с Калифорнией Аляской с польским царством цивилизация масштабы какие а Пушкин писал уже к этому времени Бориса Годунова и заявил о себе как человек умеющий государственно мыслить поэтому ничего удивительного что Николай Павлович на вопрос взгляд ответил я беседовал сегодня с умнейшим мужем России но вот этой подоплеки о том что Пушкин изучал Александрийскую Птолемеевскую эпоху именно там был расцвет искусств Александрийская библиотека гимназии все там было построено это всегда обходит молчание но возвратиться все то что я не хочу четырехстоп мям в мире низкой с гексаметром он с ним не шучу мне не мочь а стих Александрийской уж не волю себе звучу извилистый проворный длинный склизкой и сжалом даже точной змея мне кажется что с ним управлюсь я управился написал то кого талантливейшее произведение с очень глубоким подтекстом для вторым смыслом рядом который внешне выглядит как банальная история возоботношения дворянских родов были совсем такими как мы их теперь представляем романов были не древнее Пушкина но амбиции императорские романовские не позволили хотя царь был не глуп взять себе в качестве соправителя советника поэта первого поэта России в результате появилось святого пророка который когда-то ее читать не мог потому что это фактически пересказ по-моему пятой шестой главы пророка Исаия отношение к Исаии сам знаешь какое вот на что Пушкин в 24 году обратил внимание вот есть такая загадочка у него он пишет египетские ночи дважды два варианта в 24 и в 34 в 24 пишет и первый архиллай клеврет помпея смелый изрубленный боях дружина посидел а в 34 то же самое пишет и первый флавий воин смелый дружинах римских посидел конечно можно сказать что Пушкин ошибся но это в позиции сегодняшнего неграмота нашего на Пушкин на древнегреческом читат Плутарха он изучал историю он знал латыни древнегреческие лица этому обучали поэтому он знал что между Помпеем и Флавием 140 лет но самое главное он еще знал чем занимался Помпей чем занимался Флавием что их объединяет почему он две эти фамилии назвал исторически один фактически в 70-м году до новой эры Помпей а Флавием в 70-м году новой эры 140 лет разницы они занимались одним и тем же они продолжали ту линию которую наметил глобальный предиктор по формированию и предписанию миссии своей и Помпей и Флавием в 70-м году до новой эры в 70-м новой эры дважды разрушали Иерусалимский храм брали плен евреев и разгоняли их по всей будущей Европе расселивали И вот Пушкин это увидел А тот кто видит то что не должно быть видимо тех жестоко наказывает для всех это прошло незамеченно не для нас мы на это обратили внимание поэтому у нас есть книжка такая медный всадник это вам не медный змей идолопоклонниками были евреи когда их миссия вывел из пустыни пошел там на Синае они себе сделают медного зми и молились ему как Бог там кельца вначале отлили золото и всего вот и так центры есть концепции есть периферии деятельности есть мы с ними не делаем это не народ это самая древняя мафия которая в течение почти четырех тысяч лет а может и больше трех четырех тысяч лет выполняла пока выполняет определенную миссию не имея о ней полного представления но миссия этой периферии древнеегипетского человечества заканчивается фактически ее конец после того как она сама себя Пушкин назвал в обратном порядке как будет ликвидирована тайная периферия первой флаги воин смелый дружинок римских поселел трой критон молодой певец рожденный в рощах и куру критон поклонных певец хорид киприда и амур а вот третий любезный сердце ячан как вешеный свет едва развитый последний имени в веках не передал мафия это то чего нет но есть некий предок его ланит и пух первый нежный тенял и вот после перестройки и старый молодой с этим нежным и не очень нежным пухом ходит а мы теперь возвращаемся вот мы сказали что сформировался межрегиональный конгломерат и сформировался многорегиональный блок я постарался описать центр управления который сформировался периферия на своей библии сформировалась культура эта культура пришла к нам через элиту которая крестилась а потом крестила весь народ но в россии своя миссия и рано или поздно когда уже все определяется но кроме вот двух типов концентрации есть некие замкнутые регионы информационно замкнутые которые могут тяготеть к одному или к другому неопределенности такие это обязательно такими замкнутыми регионы мы считаем Китай информационно Индии и арабские страны арабского исламского региона Япония Япония да Япония Япония вот рано или поздно поскольку все время границы блока конгломератора расширяются они должны столкнуться потому что конгломератор расширяется на основе определенного алгоритма это автомат он действует как для него блок это тоже один из регионов которого надо пожрать и вот это столкновение рано или поздно должно было произойти мы считаем что это столкновение началось еще в Первой мировой войне потому что запад по сути не важно что там Германия что мы входили в Антанту важно под такой концепции мы были все мы тоже были близкой концепции поэтому конгломерат воспринимает блок тоже как один из регионов который надо пожрать принадлежащий конгломерат а почему он так воспринимает потому что у нас христианство православное но христианство откуда пришло из Византии Византии что такое часть Римской империи вот видимо древнеегипетское жречество решило свой проект через греческую периферию остановило двигать через Римскую почему Рим он продолжатель делал Египта не самого Египта а древнеегипетского жречести и вот эта история с Юлием Цезарем потом Марком Аврелием она тоже имеет свои очень серьезные корни вот там к этому времени когда уже походы Александра Бакедонского по сути завершились Рим был уже тоже могучим он уже победил противостояния с карфагеном пынических войн и свое внимание глобальный предиктор переносит на Рим почему Рим примитивнее Греции У Рима не было ни богов своих ни каких-то культурных традиций он гордый сильный и очень замберванный такие были нужды людей становятся провинцией Рима бутует постоянно иудейские воины там идут Помпеи души Патруфлавий а евреи с ростовщичством по Римской империи потихоньку все подбирают я уж не говорю про миссию Савла которая стала апостола Павла потом христианство разрушает Римской империи но все равно это межрегиональный конгломерат и Константин узаконит христианство как государственную религию с этого момента конгломерат начинает разбухать но Россия шла своим путем но экспансия библейской концепции была только в 10 веке а что до этого у нас ничего не было русская цивилизация имела свою историю она формировалась методом упреждающего Криссоня она была цивилизацией с определенной миссией исторической чего не может запах переварить вся наша элита какая в конце концов давайте мы жить как запад и столкновение рано или поздно должно было произойти настоящее столкновение конечно произошло в середине 20-го столетия это Вторая мировая война но к этому времени Россия уже преодолела единственный мир идиористический атеизм и перешла на уровень материалистического атеизма все равно весь мир атеистичен разновидностей атеизма очень много в форме исторически сложившегося христианства в форме исторически сложившегося ислама все равно это атеизм или финтаизма или конфуцианства или буддизма так вот поскольку конгломерат воспринимал как блок блок воспринимал как один из регионов которого надо пожирать то он и действовал точно так же как действовал по отношению другим регионам которые он пожирал и в соответствии с теорией суперсистем которая была расписана до того как советский союз развалился на первом этапе побеждает как бы эмират почему ну главное потому что все таки он воспринимает как свою часть потому что под одной концепцией марксизм это только разновидность библии или материстического атеизма во вторых есть понятие объективного субъективного вектора цели потенциального вектора цели вот в блоке ну если так чисто теоретически то объективный вектор цели тот который можно интенсифицировать исследуя вектор состояния который если он меняется и вот как он меняется можно сказать о это объективный интенсив а субъективный вектор цели ну это то что выставляется как бы теми кто правит а потенциальное ну это вектор цели который есть со стороны промысла поэтому вектор ошибки это разница между векторами цели но главное что разрушая поглощая блоки сейчас конгломерат разрушил блок а туда входил Советский Союз и страны Варшавского он пожрал обломки страны там Польша Чехия Болгария Румыния наших прибалтов там Украина туда же но он вместе с ними также ухватил и дефективные вектора цели которые обязательно были вот в этом блоке вот эти дефективные вектора цели работают на размывание ведь Евросоюз это уже структурное образование конгломерата куда они входят конечно Соединенные Штаты обстраивают там Дорожная Америка но это вот уже структура и они уже сами кричат что она неуправляемая они хотят там расти до 35 государств но Конституцию принять не могли поэтому результат в начале конгломерат разрушает блок почему мы видим будущее а в библейской концепте главное в конце что апокалипсис апокалипсис это такая вещь как и вся библия она блокирует здесь сознание вообще какие-либо потенциальные возможности формировать будущее началось в конце апокалипсиса тем на форуме прочитал ненависть тех кто там концепции да вообще чего дергать все равно апокалипсис все равно все скоро передохли это специальный интеллектуальный блок а у нас несколько иное мы знаем что после вот этого столкновения блока с конгломератом должен был начаться мы еще знали разрушение в теории субсистем это расписто должно было начаться восстановление управления в суперсистеме в целом по полной функции управления и соответственно это должно быть конечно по концепции альтернативной библейской то есть вот в этом процессе мы пытались понять свою миссию то есть если есть миссия в России объединить мир восток и запад потому что на самом вперед восток не противостоит западу агрессивным является запад не восток все большие войны начинались библейской цивилизации завоевательной и зря они упрекают ислам и другие Китай не вел завоевательных войн Индия не вела завоевательных войн да во времена Мухаммада и только после агрессии был период завоевательных войн было первые 10 лет проповеди Япония Китай завоевала Япония да но не надо забывать Япония начала тогда когда она после эпохи Мэйзи открылась под давлением запада тогда она стала она никогда за свои острова не выходила она стала заниматься экспансией монголы монголы это особое миссия Чингисхана была остановить экспансию библейской концепции поэтому он получил название на западе бич божий это действительно был поскольку библейская концепция противостоит промыслу то нужен был бич чтобы проехаться поперек некоторые взорвавшись и благодаря Чингисхану была остановлена экспансия и даже ведь они пришли к нам после того как было крещение это наказание за то что не смогли что элита продалась скурбилась потому что она сама фактически не могла поддерживать толп политаризм в обществе волшвы не боятся могучих владых и княжеский дар им нужен правдив и свободен их вещий язык и сволен небесным дружим песнь о вещах молеке пушкин закономерный вопрос если он вещи чужим не предвидел что змея из головы коня выйдет его ужаживает что такое змея как символ что такое голова коня коня это символ толпы значит голова коня это символ элитарной толпы где-то далеко пушкин предвидел что голова будет мертва толпы но из нее а змея символ масонства который кусает свой хвост и наша вся элита палом масонства масонство весь запад управляется по масонству масонства но масонство тоже заканчивается существование как структура по крайней мере от чего писать то ли от тамплиеров то ли там от яна масонства но уже тот факт что код да вичи доскодировали и всю толпу заставили смотреть это очень на много но какие же признаки что период разрушения конгломерата и начало восстановления управления по полной функции в суперсистеме в целом а не только блоки но еще лет пятнадцать мы говорили что у нас разные заботы по сравнению с патриотической элитой вот все вот это апокалиптическое и сихотологическое мы пропали мы погибли я всегда с нашим оппонентом говорил перестаньте хныкать во времена России были куда похуже знаете сколько было во времена Ивана Грозного на Руси народу оценки разные восемь там кто говорит кто 16 12 в любом случае это в 10 раз меньше того что есть а во Франции сколько 40 там вообще до сейчас сколько сколько было столько вещей но только одна сторона вот я не раз это показывал Россия как цивилизация меняет свою государственность государственность Рюльковича государственность Романова это разная государственность советская тоже разная и сейчас Россия готовится как цивилизация она все время сбрасывает как змея шкуру и поэтому она кажется катастрофичной историей России она готовится к новой государственности ее еще нет так как не сразу родилась государственность советская это будет какая-то новая государственность но самое и тем кому надо понимать я не понимаю это после любой агрессии Россия расширялась Киевская Русь татаро-монголы да вначале сожмется а потом разожмется поляки там разжались из Урал до Дальнего Востока французы Калифорния Аляска Польша немцы Сахалин Пруссия Япония Какие же признаки первые в России появилась впервые в истории концепция интернативной библейской и не просто появилась она прошла режим эгеметизации через государственные думы законодательная власть библейскую дурни были так такими дурними что даже не поняли они в принципе не должны допустить мы сами были удивлены хотя в мертвой воде все четко ясно понятно расписано мы альтернативная библейская концепция второе второй признак не менее важный появляется ШОС Шанхайской организации сотрудничества это кто Китай и Россия и страны Средней Азии а на пороге стоят Индия Пакистан и Иран просят их принять это и есть блок это есть страны которые или регионы которые больше тяготеют в блочные организации Россия активно работает с этим ШОС я сам выступал на этой конференции Шанхайского сотрудничества и это вот все признаки начала восстановления это очень низкочастотный процесс они могут занять очень много времени но сейчас в мире две альтернативы если процесс концентрации призвать в силу объективен как мы договорились это понятное что значит объективен он не зависит вы не ввязь остановить ни фараону ни царю ни генсеку ни президента его можно ускорить либо запретить признаки глобализации в том что формируются транснациональные корпорации директораты которых являются более субъектны чем правительство стран то есть Перкин сочетал экономические убийцы там правительство многих стран только исполняет то что принято на уровне директоратов этих межрегиональных корпораций транснациональных корпораций и альтернатива такая поскольку для них границы существуют они строят пожалуйста заводы здесь уже по сути транснациональные корпорации это некая форма управления миром но естественно на основе той концепции управления которая сформирована библейская концепция где есть своя социологическая доктрина я и в Индии в Малайзии в Эмиратах когда они говорят ну что у нас самобытая культура я говорю мобильниками пользуйтесь компьютерами пользуйтесь ездите на мерседесах и других самолетами летаете и по прежнему верблюдам других вот это язык технократической цивилизации а технократическая цивилизация сформировалась на основе библейской концепции и только в библейской концепции есть жесткая социологическая доктрина не давая в рост брату своему иудею а давая в рост на племени торкнутом ростовщичеством потому что кредиты нужны без кредита я не могу начать производство но судный процент высший рост процента производительности труда делает тебя заложником кредитора и ты хоть отца с матерью продашь уничтожишь природу чтобы расплатиться не только за кредит но и за сотни процентов да все ускоряется очень быстро новшества сами новшества технические средства необходимости расплачиваться не только за кредит но за сотни процентов чтобы как-нибудь снизить себестоимость получить прибыль рассчитаться в этом технократической цивилизации порождение библейской концепции ее истоки лежат в институте расставщичества но теперь когда все завершилось это уже опасно и альтернатива такая так глобальный предиктор видит он дает видимо альтернативу либо ВТО транснациональной корпорации где через это мир объединяется никаких если не хотите этого то не хочет причиняться тогда война исторически сложившегося христианства исторически сложившегося ислам и вот вам международные террористы вот вам аль-каида который правда мы и сформировали выбирайте нам представляется что Путин может быть и в такой лексике но это понимает видимо признать он старается сформировать прежде всего транснациональной корпорации глобального уровня значимости на основе энергоресурсов современное производство без энергетики невозможно потребности в энергоресурсах растут колоссально реальная цена на нефть все эти разговоры а вот нефть упадет и Россия тогда кирдык это все работа оттуда попытаться нас запугать не может упасть цена на нефть во-первых ее сдерживали и благодаря сдерживанию цены на нефть разрушили Советский Союз 9 долларов за барр от 5,70 а реальная цена 150-200 никакой рынок ничего там все жестко контролируется но сдерживать без конца не получится поэтому Путин действует абсолютно правильно все энергоресурсы в один кулак договариваются с арабами контролировать цены на нефть и газ потому что ни одно производство в Европе в Америке или где-нибудь в странах в Восточных Юго-Восточной Азии не могут без нефти газов и цены будут только расти они не могут в принципе упасть потому что потребность в энергоресурсах Китая и Индии растет строго в соответствии с ростом их в Европе все что производится нужна энергия и у него широкая полидеятельность он действует свободно ах не хотите мы Китаю дадим там спрос не ограничен и они мечутся мечутся это значит что управление по их концепции переживает колоссальный кризис Америка влезла в Ирак мы соболезновали терроризму который сами же спецслужбы подготовили не прямо а посредственно через кто такой секрет что Бен Ладен это их талибы это они их поддерживали в Афганистане еще ребята за что боролись за то и напоролись эффект обезьяньи лапы ваш товарищ написал прописал вам эту стратегию хотите получить некий дешевр получайте но если против промысла то получайте добавку к нему которая по-русски называется секрет башка поэтому две башни снесли мы не радуемся этому конечно погибли люди ни в чем невинные но надо понимать откуда это Путин говорит не лезьте в Рак вам оттуда не выбраться они уже сидят в Афганистане они влезли в Рак а теперь мечтся даже до их тупоголовых идиотов доходит если мы влезем туда все мощь военной Америки американские военнослужащие давно привык воевать как на работу ходить приехал сел за штурвал отбомбился и кассе получил зеленых они никогда не воевали по-настоящему вот сейчас им приходится мы туда загнали негров портариканцев латинос мы сейчас переживаем очень серьезно я не думаю чтобы у Путина были какие-то иллюзии они знают я посмотрел в глаза и понял что с ним можно дружить я ему Горбачеву смотрел в глаза то что они сделали с нашими дипломатами хочется надеяться несмотря на все телевидение все что может показать что все таки они живы но это вероятность небольшая но она есть 1-2% это конечно не реакция это месть нам первое за то что все происходит так как мы сказали не влезьте туда потому что они сами зон это месть за то что мы развели их ямки с бритами с немцами и французами которые не поддержали просто прислушались к тому что мы говорили ну и какое-то понимание что Россия вот период мы выжили мы выставили в самое сложное вот эти 15 лет мы собрались силами и Путин будет контролировать почему истерики это почти как автомат калашникова это шантаж кому захочу дам газа а вы что хотите да вы на нашем месте вели бы себя еще покруче все трубопроводы газопроводы контролируют как можно так правильно Путин сказал а волк всех кушает и никого не слушает волчьи законы они и есть но это им еще только цветочки ягодки впереди войти в директораты всех крупнейших в компанию а потом пометить консенсию это непросто но концепция есть она объективно существует и она легитимна с точки зрения законодательной власти все это никуда не делать вон сборник парламентский все рекомендации прописаны президенту думе то что тот состав думы не выполнил и президент тот не выполнил за это двойка и все что прописано будет выполнено говорили о том что ресурсы надо подавать за рубли наша валюта должна быть конвертирована пожалуйста это только начало если к этому подсоединяться арабы если мы действительно да еще нам это вместе за то что мы Иран поддерживаем потому что и хочется и колется напасть на Иран это почти гибель Америка не так уж ее история велика чтобы потом все таки есть нечто высшее промысел еще за ними должок за уничтоженную цивилизацию это не нация нет такой нации американцы так как не было такой нации советских русских понятно аж американцев единый язык единая территория единая культура о культура Америка была фауле на подъеме пока она вела агрессию методом культурного сотрудничества не прибегая к эстону правитета хотя они постоянно использовали шестой приоритет и вообще на средства оружия но теперь она скатилась на шестой приоритет навязывать демократию силы это все равно что делать характере себя она она уже перезла она перехватила в нас ее уже все весь мир ненавидит да и доллар после того как его отпустили вот-вот он уже не стоит столько он ничем не опасно ну нет по крайней мере того что есть у русского рубля энергетического обеспечения энергетического насыщения если мы договоримся с арабами и с Китаем потому что все-таки ведущий валют и становилась та которая производила больше всего услуг и продуктов из всех остальных стран мира но можно объединиться Япония пыталась это сделать в 60-х годах когда она уже производила много и хотела с европейцами объединиться тогда американцы сами или кто-то им подсказал но не сделали финт они увеличили цены на все производимые в Америке в два раза и зарплату в два раза и все доллары за рубежом разом все кто держал они в цене упали в двое а сейчас когда напечатано больше десятка триллионов долларов здесь три фактора которые можно контролировать как реально падает реальная стоимость доллара это цена цена золота цена антибурят и цена на недвижимость все растет сейчас кредитно-финансовая система мира находится в кризисе таком же в котором она находилась в 71-м году когда тройская цена золота составляла объект ну реальная цена которую платили Америка платила это 33-35 долларов по тройской улице а рыночная цена составляла 900 долларов поэтому чтобы золото не утекало из Америки а золото было к тому времени вариантом вариантом такой продукт на который меняется любой другой продукт соотношение 33-900 тройская баррель 70 а реальная цена 200 а может и больше но цена на золото уже почти снова 800 долларов за тройскую улицу это говорит те картины которые стоили лет 30 назад миллион миллион долларов стоит 20 миллионов раз в 10 20 раз цена повысила любой кто вспомнит еще 10 лет назад квадратный метр жилья стоил сколько 150-200 долларов сейчас 2-3 тысячи полторы 2-3 тысячи но в столице побольше поменьше это все указательно то что доллар падает а инвариант всегда присутствовал отменив золотой стандарт золота как инвариант в экономике инвариант это тот продукт на который я могу обменивать любой продукт они по сути не до юля а до факта ввели энергетический вариант вот кто Артур Кларк сказал он такой мастер давать предсказание что в 2016 году будут отменены все валюты и будут одна единой валюты в мире киловатт в час электроэнергии потому что цену на любой продукт можно совмести с энергетическими затратами его производства которые составляют почти 90% так можно сравнить буханку хлеба кирпич кирпич строительный сколько потрачено энергетическое производство того и другого ну а теперь вот приятно было услышать как президент сказал что будем продавать за рубли а чего это а почему нам свою биржу почему мы свои это значит и вдруг даже Медведев сказал да вот доллар что-то такой ненадежный надо иметь резервную валюту мы тут половина в евро но евро связано с долларом рухнет доллар рухнет и евро но ведь что значит рухнет доллар мало никому не покажется мы должны быть особенно в этом заинтересованы нужно мягко посадить и ввести другую резервную валюту вот наиболее предпочтительным должен быть рубль в качестве резервной валюты ведь сейчас какая ситуация любой иностранец приезжая сюда меняет англичанин европейц евро или доллар он становится ну раз 20 богаче ну покупают здесь все почти за бесценок мы едем за границу мы свои рубли они обладают не меньшей ценностью потому что у нас есть чем обеспечено мы там трясемся над каждой копейкой потому что доллар стоит по прежнему все таки 27 рублей а евро аж 34 вот когда ну а что они сделали видите они дали большие зарплаты а то есть видите они подняли зарплату в 20 30 а не в 100 раз а простым людям они говорят о том что цель на бензин поднять у нас бензин в абсолютной он стоит дороже чем в Европе чем в Америке потому что надо все соотносить по зарплате да там евро но там и средняя зарплата в Европе нет а потом что почему кто может объяснить почему нашим так мало платят что там лучше работают ничего подобного ничего подобного почему и разницу поделить между собой теми теми кто покупает и кто продает а нам вон и говорят это выгодно продавать а у нас уже на свои нужны не хватает у нас стоят заводы у нас мы гоним газ а вон 30 километрах ты видел сегодня деревни они газифицированы а газопровод проходит 300 метров от деревни вот вам газ ребята зато во Франции Германии в Англии Португалии в Испании каждый деревушек каждый поселок газифицирован что такое так что пойдет процесс установления управления суперсистем в целом по полной функции и по концепции альтернативной английской а то что он себя изживает хотя бы это код давидович это очень знаковый момент конечно все это инспирировано Ватиканом мы раньше говорили теперь статьи уже появились подтверждающие но мы понимали вот есть священная загадка есть Евангелие Теуты есть Дэн Браун с Котом да Винчи все из одного флакона суки проста к концу 20-го столетия они убедились что появились люди прежде всего в России которые хотят понять чем отличается исторически сложившееся христианство от учения Христа исторически сложившееся христианство на основе канонических Евангелий то есть люди стремятся понять истину у глобального предиктора всегда есть прямой ход простой до примитивности чтобы люди не пытались понять истину надо им вместо одной лжи подсунуть вторую и чтобы они выбирали между двух лжей а вам не нравится исторически сложившееся христианство на основе канонических четырех Евангелий найте вам исторически сложившееся христианство на основе апокрифических Евангелий оно тоже лживое но вы этого никогда не поймете В соответствии с апокрифическим Евангелием, Христос не погиб. У нее была семья, она эмигрировала потом в Испанию, породила династию мировингов. В любом случае, Христос либо сознательно в сговоре с элитой, за кулисой, породил новую все монархические семьи западные, ну либо его использовали в темных, дали дурманы какого-то, потом сняли с креста и оживили. В любом случае, при таком варианте, Бог не отличил отъяву. Еще, ребята, все легитимно, все монархи, потомки Христа. Принимаются? А вот зачем это дается? Это же было только для очень узкопосвященных. Через это посвящали масонству. Что все хотят масонами сделать? И наоборот. Наложим во все ложи? Конец масонству, как всей системе посвящений? Я думаю, что второе. Братья, понимаешь, там кризис глубочайший. Вот все это видимые знаки. Ну, хорошо, что президент заговорил о глобальной политике. Надо не только внешне, но и глобальной заниматься, что мы не вступим в никакие священные союзы. Мы будем проводить самостоятельную политику. Есть на что опираться. Точно? Давай первое. Да, вот она как раз к концу пошла. Обсудим вопрос, поскольку однозначно тут ответов нет. То есть вопрос такой, что если там более-менее понятно, что эта структура была 22 аэропанта, одни на севере, другие на юге, то Россия изназначена, если вот у нее такая комиссия объединичилась, и корень ее мы немножко это рассказали о психологической подоплеке истории там. Помнишь? Да. Вот. Но кроме этого, что мы можем здесь сказать? Да. Скорее всего, то, что в Египте называлось жречеством, там в России мало два лога. Это волхвы, о которых Пушкин сказал, не бояться могучих владыков, княжские дарю не нужно. И вот то, что называется калитие перехожие, эрогиевые, которые каким-то образом ощущают матрицы. И, соответственно, реагируют на эти матрицы. То есть, скорее всего, российское жречество было двух уровней. Потому что все-таки объект получил имя вещь, и он каким-то обладал даром предвидений. Он был элитарно вещь, как вот в книге про психологическую подоплеку, можно сказать. И это не позволяло ему увидеть, ну и, следовательно, выстраивать в соответственном будущее России. Но, думаю, самое главное не в этом. Сейчас очень многие качнулись в прошлое и спорят о том, где корни в России. В Аркаиме, Диперборея, Уарьев в Индии. Наверное, жизнь покажет, но если говорить об Индии, ее кастовая стратификация, которую некоторые пытаются навязать, что вы типа строй психики, касты-то одно и то же, совсем не одно и то же. На счет просто так пройтись по этому. Откуда типа строй психики? Поиском, откуда есть Русь. Откуда Русь. Да, то есть, вот, конечно, очень важно знать, откуда мы, чтобы понять нашу миссию. Но все-таки не менее важно сформировать вот видение будущего, или то, как называют некоторые, проектирование будущего. И в зависимости от того, какие приоритеты проставляются, что на первом месте, проектирование будущего или понимание прошлого. Но к прошлому вернуться не можем. Оно мифологизировано. Нам остается либо верить, вот той версии, которую нам дают, либо не верить. Но всегда надо соотносить с настоящим. Вот все-таки для меня очень важно было понять, а почему, если такие были хорошие ребята, волхвы и прочие, и вся наша ведическая культура, почему-то она так сломалась, легла под экспансию дублейской концерции. Что является отправной точкой, почему агрессия для нее отразить не могли. И была ли действительно концепция, которая бы могла... Ведь в противостоянии концепции важно не... Войны-то как таковой, надо писать ее. Почему концепция, если она у нее была, она не могла противостоять библейской концепции. Вот пока ответ такой. Он прежде всего исходит из нравственности вот этих же целей. Ну, давай так понимать, что общество было, конечно, топ-политарно. Но волхвы тоже хотели пасти свое стадо. Но поскольку общество развивается, была в России грамотность своя, было руническое письмо, Кириллица, Кирилл и Мефодий, в общем-то, не дали нам грамотности. Они была всесветной грамотой. Правда, тоже вот для тех посвященных, общество, народ, видимо, не был так поголовно грамотным. Но я думаю, прежде всего, в том, что нет было, как вот у них, библейцев, или будем говорить о глобальном предикторе, не было в письменном виде. Не было в письменном виде, зафиксировано в письме некой концепции. Но мало этого, не было социологической доктрины, причем сжатой, четкой и понятной, с абсолютно кратко выраженным алгоритмом, с помощью которого, как ключом, можно завести всю экономику. Вот у тех была. Не давая в рост брата своему, давая родственную племеньку, все народы тебе подчинятся. И она работает и сейчас. Была ли? Ни у кого не было. Не было социологической доктрины в Китае, не было в Индии. И поэтому технократическая цивилизация. У ислама, у ислама они просто противостоят ростовщичеству, они прицают ростовщичеству. Но прицание – это не доктрина. То есть у тех наступательного, у этих оборонительного. Вот так вот. А какая в России была? Где она была расписана? Веды? Предания? Какого-нибудь вот этого, как Кандыбы? Или еще? Где можно почитать, подержать в руках? А рулить, видимо, хотелось. Толпу держать хотелось. И я думаю, там произошло столкновение элит. И то ли прямо, то ли в окно, сознание объяснило. Мы ваших баранов поможем вам пасти и вам дадим свой жирный кусок. Я думаю, они легли под них. Поэтому, иначе, другим путем экспансия не может произойти. Ведь она же не пришла в Монголию, были вот на Монголии, она как бы была, так и осталась. Она, для них, в Библии как бы не существует. А попытки были. Япония. С чем пришлись, тем ушли. Япония смотрит на библейскую концепцию как бы со стороны. Вот сейчас она, Япония, выдала цель Японии в 21 веке. Внутренние границы, какой надо быть личностью, а не затронуть психологический аспект, они не побоялись в этой цели. А где цели России? А потому что не в России формируются пока цели. Так вот, все-таки, в толпополитарном обществе, конечно, в Японии толпополитарно, в Китае толпополитарно, но просто разный толпополитаризм, он определяется все-таки концепцией. Вот наш толпополитаризм сформирован за последние тысячи лет, конечно, библейской концепцией, поэтому конгломерат и воспринял наш блок просто как другой конгломерат. Ничего, писать его, дело с концом. Почему нам говорят все время, «Да вы что, вы часть Запада, но посмотри, как, а с другой стороны, ну ладно, мы часть Запада, а что ж вы нас тогда не принимаете? Наша элита все сдала, развалила фактически общество, развалила экономику, продалась, ну полностью». Он говорит, «Нет, ребята, все равно вы не такие, мы вам не верим». Что-то похожее было и тысячу лет назад, когда с Византии эти миссары пришли, ведь тогда не было Библии в целом, мы были знакомы с Острожской Библией на 14-15 веках. Те, кто принимал христианство, что они могли прочитать? Устный пересказ, даже Владимир Креститель. Какие-то эмиссары ездили, кто-то чего-то рассказывал. Но это все миф. Управление шло по факту. Ритуал красивый. Был ритуал в России? Были капища, были какие-то геволшои, там он и сейчас, даже здесь, в предместе, в Питере есть такие капища. Они сделали просто, они стали строить церкви на местах этих капищ. Ритуальщину всю взяли, были какие-то праздники, Ивана Купала, там Троица теперь. Все праздники взяли, их набросили на них, церковные праздники, согласовали хронологию, ну и рулили толпой. Поэтому я не могу быть так высокого мнения о тех, которым так патриотическая массовка носится с этим, определить ничего не могут. И главное даже не в этом. Ну хорошо, ладно, не хватало интеллектуальной мощи, скорее всего, это. Даже не интеллект, тип строя психики, демонические. Ты сказал, наверное, не было человечность, сливаюсь. Ну мы сказали, что двухуровневое жильство было, то есть мы сейчас затомнули первый уровень, это уровень Олега вещего, элиты, а были те, которые в народе жили. А вот, я сейчас говорю, а вот видимо те, кто в народе жили, они были ближе к человечным типу строя психики, они ушли в глубину. И ты их резали, уничтожали, но поскольку они в народе, они растворены в народе. Раз в одном поколении, а потом родился мальчик, стал на мир смотреть, генетическая память, что-то вспомнил из прошлого и начинают работать. То есть, вот я больше доверяю вот этим каликам перехожим, вот этим юродивам, которые чувствуют матрицы, в том числе и опасные матрицы. Нельзя молиться за царя Иерова, Богородица не видит. Николка юродива Борисе, Пушкин то четко показал, как дерутся между собой бояре и как народ к этому относится. Народ безмолвствует. но сейчас, что бы ни было, в России есть концепции до юрия библейской, потому что все законодательство строго поддерживается, мы же все либерал-демократы, наше законодательство привязано к библейской концепции. законодательство все свои законы делали, исходя из библейского мировоззрения. Они не с пальцев высасывают. суд защищает библейскую концепцию от отторжения чужих. Вот, посмотри, при таких жестких условиях все-таки появляется концепция общественной безопасности. И, более того, она становится легитимной с точки зрения законодательной власти. Не исполнительной, а законодательной. А законодательной по статусу выше исполнительной. Впереди только идеологическое и концептуальное. Появился внутренний предиктор СССР. Значит, между законодательной и исполнительной еще есть идеологическое. Но, говорят, вот там, почему Путин не начнет по телевидению. Путин всего лишь исполнительная власть. Вот сейчас как Алексеевич позвонил, Сурков заговорил. Нужна идеология. Что идеология должна основываться на неком мировоззрении. Видишь, как панихийный аппарат в тихоньку проникает. Все будет, куда не денутся. Но то, что де-факто есть, а де-юре хотя не оформлено. Но попытка была в 95-м году. Это говорит о многом. Сейчас мы в записке о целях Японии и целях России показали. Вот Япония видит библейскую концепцию, со стороны на нее смотрит. Все, что можно перенять, переняла. и открыто говорит, запад свой потенциал исчерпал. А процессы остановиться не может. Суперсистема введена для освоения потенциала и запас устойчивости это запас элементной базы на случай увеличения давления среды. Чем дальше развивается, давление среды возрастает. Среда это та же самая техносфера. Япония делает заявки о том, что нам надо самим порождать новые знания. А новые знания могут породить только новые люди с новой психикой. Но так как они выражают в своих целях это явно демонический псих. Тип строй психики в нашем пантехином аппарате. И там есть термин концептуальная власть. а у японцев нет даже иероглифа об управлении. Там есть иероглиф подчинения. А речь идет о самоуправлении. Ведь если мы говорим, что сопряженный интеллект в России работает в согласии с промышлением, то он порождает собор интеллекта. В столкновение блока с конгломератом будет играть прежде всего то, что блок поддерживаемый там свыше, потому что его цель не претворечит. Если в человеческом психике, стремление то стремлений нет. Вот давай так на себе задание вопросу, что вот эта стратификация, о которой мы говорим, животные, зомби, демонические, человечные, типстропсисты. Она была раньше, конечно, была. Но до тех пор, пока четко лексически не определили, да, и динамика была, была. А какая динамика? Ну, если взять 3-4 тысячи лет назад и сейчас, конечно, динамика в сторону человечного типа строя психики. Когда нас спрашивают, каковы цели? Мы говорим, помочь всем стать человеком, достигнув человечного типа строя психики. А где есть они? Вот где? Вы покажите хоть одного. мы спрашиваем вам ехать без шашечки? Цель это не идеальная. Вот я хочу достигнуть этого. Если цель есть, есть куда стремиться. Мы же говорили, у России она тогда только начнет объединяться и появится то, что называется живой водой, а живицы воспрянет духом, если цели будут соответствовать ее миссии, а миссии глобальные. В нашей терминологии восстановить управление суперсистемой в целом. Если в обычном вообще принято помочь востоку и западу объединиться. А как у блока скифа держали щит между двух враждебных рас монголов и Европы. Для блока всех, кто на востоке монголов. А там он не говорит это французы, немцы и Европы. Но только мы отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами. Мы посмотрим, мы поглядим, как бой кипит своими узкими очами. Не сдвинемся, пока когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить жечь города и в церкви гнать табун и мясо белых братьев жарить. Это Блок так видел. Можем ли мы себе такое позволить? Если у нас миссия не в том, чтобы столкнуть Албами, значит, у нас какая-то другая миссия, она не в том, чтобы столкнуть две враждебные расы монголов Европы. Еще раз, две Блока, Монголы это все, что на Востоке. Наша миссия была выразить в определенной лексике вот эту концепцию альтернативной Библии. Чтобы ее выразить, надо было определиться вот все, что я рассказал до этого, выявить, как шла концентрация в правиле, определиться в концепции через культуру, как идентифицировать через культуру, вернуться к концепции понятия. А есть вот такая цепочка, о которой часто мы говорим. Это нравственность, соответствующее мировоззрение, соответствующее мировоззрение, миропонимание, ну и соответствую этому миропониманию концепции. Часто задают вопросы, почему считаете, что они хотели зла, и мы ничего не считаем. Мы, имеется в виду глобальный предиктор, мы ничего не считаем. Это не мы, это весь мир кричит о том, что глобальная цивилизация в кризисе. Кризис экологический, кризис социальный, кризис демографический, кризис экономический, кризис финансовый. И везде, куда ни бросить, везде кризис. Стоит вопрос, это все само собой получилось, или это следствие управления, которые и цели, которые вошли с целями промысла. Так или не так? А почему считаете, что они нравственные? Потому что по делам вы знаете их. Может они и хотели как лучше, но получилось как всегда. И мы можем выявить их нравственность, двигаясь по этой цепочке назад. вот культура, в которой все без молодняк пьет и курит. Они что сами собой? А кино? А телевидение? А вся реклама? А вся система ценностей? Почему надо уничтожать молодежь будущее? Почему надо уничтожать? Почему десятилетие мальчик или девочка в школе начинают курить? Чего не было? Да очень просто. Они теперь, когда телевизор в каждом доме, а еще диски, видики и все, что хочешь, он ставит и смотрит, все его любимые герои пьют и курят. А мы говорим, что возраст, когда интеллект пробуждается полового созревания, это очень восприимчивый возраст. А смотрите еще и раньше. они только подражают, у них еще ничего своего нет. А его все любимые герои мужского или женского пола все пьют и курят. Что он может сделать? И сотни тысяч один-два устоит и скажет это убийство, самоубийство. И остановится большинство людей действовать. Почему они так действуют? Потому что идет управление. Кино это управление, телевизион управления. Беструктурно. Когда управляют через статистические распределенные информации. Как они знают реакцию? вот те, кто будут смотреть, будут поступать так же. А что показывают? Ведь я не раз говорю, если бы кто-то прилетел к нашей планете Земля, увидел огромные города, море огней, заводы, фабрики, и хотел бы понять, а что за люди? Что здесь за такие хомо живут? Что они себя представляют? Как он настроился? Наверное, поймал бы прежде всего то, что телевизионные программы. А что в телевизионных программах? Бабки друг у друга отнимают, пьют, курят, секс, мордобой, погони. А где все это построили? Они подумают, наверное, это кто-то другой, их не видно. Нет этих людей. Они только в культуре Советского Союза отражают. Больше их нигде нет. Их нет. Ни в Голливуде, ни в каком-нибудь. Там только детективы, погони, убийства, вот автомобильные гонки, вот мордобой, взрывы, стрельба, пираты, пиастеры. А людей труда там нет. А зачем? Какова культура? Извините, какова культура, такая концепция. И она сейчас показывает свое истинное лицо, потому что масштабы культурного охвата, ну, появился интернет, распространяется с колоссальной силой. А что в этом интернете? Правильно сказал Семислав там 95% информационного хлама. Хотя сейчас возможности колоссальные. Таких не было ни в один исторический период. В принципе, мы живем в такое время, если бы система образования была бы не зомбирующая, а методологическая, то приобрести не пить, не курить год-два и запросто каждый мог бы приобрести на эти деньги компьютер. Согласись, войти в интернет, купить карточку. Если знать, где что искать из этого информационного хлама, то можно войти в любую систему образования и подготовиться по любой профессии. Все есть. И главное, все время все сканируется, все запасы библиотечные сканируются, все библиотеки мира в том распоряжении. Изучить еще английский язык, хотя я думаю в русских переводах это достаточно. Но вся проблема в системе образования. Вот мы выделили свою классификацию, у нас какие системы образования. естественно научные и мы говорим противоестественные гуманитарные. В чем их различие? Естественно научные изучают предметом является сам объективный мир. В общем-то сам человек, его субъективизм вроде бы тут и не нужен. Он конечно присутствует потому что исследование проводится в отношении объективного мира. А вот гуманитарным на первом месте субъект, его субъективизм и продукты этого субъективизма. Поэтому тот кто получил естественно научное образование, тот всякие эти химеры, сейчас же масса таких прожектерств, если он еще имеет какой-то жизненный опыт, опыт работы где-нибудь в сфере определенной технической, он бы сразу даже читать не будет и смотреть не будет. Не важно там показывать НЛО, а как Гитлер построил в Арктике там какие-то летающие тарелки они нанесли удар по авианосцам гуманитарий разину говорят о, я говорил инопланетяне НЛО все вокруг летает. Ну потому что тот кто получил естественное научное образование он быстро отсеивает из кучи хлама информационного все-таки то, что ближе к реальности. Гуманитарий он всегда и слюни пускает в него глаза вот такие опять новые вени он бежит разинув рот и глаза за одним потом за другим а оценить он не может тем более что понятие дурят нашего брата это нормально на этом живет сейчас телевидение и все но даже дело не в этом Олег проблема проблема в том что обе системы естественно научно и гуманитарные они носят потребительский характер то есть ты приходишь в школу или вуз тебе дают набор готовых знаний факт ты заучиваешь потом выходишь сталкиваешься с жизнью а где применить это правило где это ты все заучил знаешь 90% тебе этого не надо а ты заупрился старался сдавал экзамены рисовал эпюры решал задачки оно нужно прежде всего чтобы развить твои способности но развить способности нужно совсем другим способом нужно дать метод с помощью которого методология освоит которую можно самому порождать новые знания и навыки и используя их постигать окружающий мир поскольку фактологическое знание возрастает там каждые пять лет вдвое всей фактологии незаконно да не надо это море книг теперь интернет кажется и это интересно и это интересно а вот что нужно проблема здесь чтобы выявить проблему и решить ее нужна методология поэтому считаем что вот эта классификация естественно научная система образования и проявить ее естественно гуманитарное их обе можно назвать фатологическое а есть методологическое система образования мы сторонники того чтобы ввести у нас в России методологическую систему образования почему потому что только методология позволяет из множества вариантов прошлого они все выполняют роль мифа хотя выстроятся исследования прошлого разных от археологических и так далее но все равно выстраиваются некий миф с помощью методологии выявить какой из этих вариантов действительно адекватен прошлый но главная методология помогает проектированию будущего и из всех возможных вариантов выявить тот вариант который вероятностно наиболее достижим обществе вырабатывает множество вариантов но реализован будет только один вероятность того что будущее завтра будет она равна процента но вероятность того что реализуется вот какой-то из тысяч вариантов один она бывает иногда и 0,5 а иногда 0,0,0,0,0,5 хотя вариант 0,0,0,0,0,0,0,0 может быть наиболее предпочтительным чем тот вероятность которого 0,5 но для того чтобы реализовать вот это предпочтительный вариант оказывается нужны усилия а вот тот может идти само собой или 0,9 но реализовав вариант 0,5 тысяч можно существенно преобразить вообще окружающий мир и человек поэтому мы говорим вероятность самореализации будущего она как бы накладывается еще на управленца или упомножается на потенциал управленца который будет проводить данный вариант и вот кажется что ну вот такое невозможно да здорово хотелось бы но это слишком это почти сказка вдруг появляется человек с определенным потенциалом и реализует то что вчера казалось невозможно кто когда нибудь сколько бы ни говорили что продавать энергоресурсы надо за рубль надо делать свою валюту надо чтобы она была инвариантно обеспечена при ельцем это было невозможно сейчас от разговора приходит дело это шажок маленький шажок для реализации правильного варианта который может быть по теории вероятности составлял если 5 тысяч то и не 0,5 может всего там одну десятую вероятность того что завтра идея которую мы сейчас обсуждаем станут доступны всем обществу она невелика верно? да она тоже может быть в тысячной доле но если потенциал людей которые освоят это все и выйдут завтра на телевидение на радио такой вариант может реализоваться вероятность от одной тысячной может стать 0,5 а то может и все 0,85 и потенциал для этого есть потому что проделана огромная работа вот эта стратификация по типам стройпсихики как только она влела стройпсихику для общества это хуже или нет нам говорят вы всех там разделили чуть ли не на каждую мы ничего не делили мы уже говорили динамика все равно была если мы не тупые идиоты мы способны заглянуть в историю мы видим что движение все время и вся история это движение по человечному типа стройпсихики по крайней мере когда впервые диагент сказал с фонарем в синопе его же зайдет воспринимать что ты ходишь с фонарем ищу человека определить трудно что такое человек с животными определились с зомби определились с демонами определились с человеком тяжело но динамика движения от животного зомби и человечества увеличилась скорость движения после того как все определено и как только это становится достоянием никто ведь не хочет быть животным никто не хочет быть зомби так он свой несчастный век влачил ни зверь ни человек ни то ни сё ни житель света ни призрак мертвый наша элита дура все время думал что Пушкин чуть ли не про себя пишет он писал о типах строяпсихики в том числе о таких он вымел типы зомби и кто же хочет быть зомби никто не хочет да и демонами никто не хотят назови демона билица надо же обо всем этом рассказать надо показать надо продемонстрировать никто не обладает божественной нравственностью но стремиться к этому как идеал должен быть есть идеал есть движение идеал может быть положительный идеал может быть отрицательный советское кино тем и сильно было важно не с какими идеями ты входил важно с какими ты выходил из кинотеатра и при всех отрицательных моментах которые были конечно в идеологии Советского Союза вот это был положительный момент да таких симпатичных колхозников как кубанских казаков возможно и не было но если в кино это показали миллионы людей которые посмотрели которые живут на много более тяжелых условиях появляется стремление стать таким построить такую жизнь запускается энергия пошел процесс динамическую программирование как только цели выставлены определены запускается процесс динамического программирования древнее египетское жречество имело об этом представление пока цели не определены все идет как сама собой как ступа с бабой Его и в это время ни церковь ни кабак ничего не свято ну и ребята все не так все не так ребята вот на что работал наш великий почитаемый элит и все Высоцкий и все Высоцкий а не должно быть целью а зачем отсутствие цели это уже цель но цель ингилизма и разрушения а потом мы видим наркоманов почему наркоманы увеличивают почти на порядок цели нет почему люди пьют безвольных людей очень много целей а зачем жить во имя чего лучше с утра встал бутылку заглотил вон они там за окном синюхи я их видел мальчиками которые ходили при мне пошли в первый класс они до сорока не дожили многие уже ноги свезли на кладбище в эту перестройку некоторые еще тут бродят в поисках и мужчин и женщин он сосед у меня что будем двое здоровых сын мальчик первый класс они с утра до вечера пьют вот он в эту школу хороший ход ходил голодный спал вместе с собакой на порстилке они за бутылку все мне ребенок ничего не нужен хорошо что родители которые видели он стал воровать там же завтраками кормят он голодный приходит деньги а ему ничего нет он ущербным себя чувствует хорошо родители поняли вовремя лишили материнских прав они вон себе припеваючи живут но дай бог может станет мальчик неплохой мальчик сколько раз беседовал с ним но это его папа и мама я же не могу настраивать против родителей что я могу объяснить 7-8-летнему ребенку он только видит что его жизнь не такая как у всех я с ними говорю вы что делаете вы за бутылку пропили продали своего ребенка вы ценности осознаете бутылка а вот тут за углом магазин 24 часа и ты слышал сегодня ночью как все вот по этой дороге выйдут в этот магазин уже давно сказано закрыть зачем это управление еще и какое рекламу пива все подъезды загажены потому что дуют пиво каждый день что что какие а зато деньги какие какие деньги канализации спускаются это все тоже элементы управления и дело даже не в рекламе самая мощная реклама лепятки но будь я бы президент журнал что делает со всей этой тусовкой я бы не висюльки вешал режиссер я бы собрал бы их без телевидения сел бы с ними сказал вот что дорогие господа товарищи друзья как хотите вот вы много поете о патриотизме о том что поколение вы озабочены вы действительно озабочены в будущем России они конечно да конечно искренне да конечно тогда вот что если вы действительно искренне а не подонки вот с завтрашнего дня ни в одном фильме чтобы ваши герои я не видел их положительно сигареты или выпивка сигареты и выпивка должны быть только мерзавцы и негодяи которым не хотелось бы подражать чтобы человек с сигаретой и с рюмкой это не некая личность вознесенная на липу еще начинается любая сцена приезжает в гости что ты будешь пить на культуру создаем которой лепит характер вот если вы действительно озабочены этим а не тем что бабки получите давайте договоримся и будем продвигать только такие сценарии и такие фильмы это очень быстро можно сделать в каждом фильме выпивающий это дебил это урод это последний подонок это вообще мерзавец показать всю мерзость этого а правильные хорошие люди не пьют и не курят наши люди не пьют и не курят вот так только вы спасете будущие поколения если будете делать как делали вы работаете на уничтожение больше чем все пивзаводы все вместе вы и тогда вы подонки мерзавцы и вас надо лишить всех пособий всех дел если вас к стенке поставят то это было бы правильно вот выбирайте но главное подумайте кто вы на самом деле если вы это бездумно делали тогда вы просто игрушка в чьих-то руках вы зомби мы отражаем мир чего вы отражаете вы чего придуриваетесь вы люди искусства я бы с ними так поговорил какие вы люди искусства вы мелкие графоманы и писаки на содержание у кого-то чего вы отражаете зачем вы врете да в жизни есть очень много в жизни есть убийства в жизни есть подлость мерзость но она не занимает 95% нашей жизни вы берете эти 5% и ваше кино ваши сериалы берут все самое низное самое гадкое и вас делают это как будто бы в жизни этого 95% весь негатив это что отражение жизни это объективное отражение действительности это вы боретесь мы боремся с недостатками вы боретесь со своей жадностью халявщики и ты Михалков Никита ты придурок а не кинорежиссер а я иду гуляю по Москве а я еще пройти могу прошел по жизни наследил нагадил вот так бы я с ним поговорил но слава богу что я не президент и уверяю в течение не то что одного поколения 5-10 лет наша страна была бы одна из самых трезвых стран в мире детишки очень все принимают даже в нашем замечательном сведении хорошем где люди труда советским тяну но те кому хотелось подражать все пили и курили летчики танкисты столевары артисты композиторы все пили все лучшие герои обязательно пили и курили три товарища там не важно что мы жизнь отражаем тогда как вот я с Басилашвили поговорил на эту тему сказал да пожалуй вы правы я зомби ну а если возвращаясь к нашей цивилизации все-таки де-факто альтернативные концепции существуют там понимаешь вот то что мы называем матрицей в чем мы говорим надо быть дисциплинированным не только в словах но и в мыслях то о чем мы думаем это никуда не исчезает каковы наши помыслы даже не выраженные в определенной лексике это есть накачка этих матриц от того какую матрицу мы Финта теперь показали все знают что такое матрица мы нашими мыслями помыслами либо подкачиваем вот эту разрушительную матрицу либо формируем новую и концепция в работах книгах записках и мысли людей которые читают мысль материальную все работает там идет война уже и Россия сосредоточила странно почему такая плохая Россия которая поносят запад там на телевидении во всех аналитике статьях почему все народы по прежнему даже после того как Советский Союз рухнул с надеждой на Россию смотрят только там может родиться что-то что вытащит все из кризиса то есть предчувствие появления альтернативной концепции они не знают слова концепции они может мало чего знают но Кушкин сказал правильно правду знают все кроме избранных вот избранные те которые меня от себя летят они правду не знают а народ правду знает но не всегда выразить ее может и мы своей задачей посчитали выразить в лексике эти ожидания выразить определенный лексик и с Путиным как бы там они кто ни говорил дело так вставить не так просто вот если вспомнить 96 год рейтинг Ельц был 5% но эта элита очень боялась что вот снова вернется не вернулся бы в Советский Союз не вернулся в Советском Союзе предогревался идиалистический атеизм период закончен Путин как и Сталин востребован новым эгрегором который здесь формируется Путин и сам этого может не очень понимает но он интуичит тот кто управляет на вложенном процессе может чувствовать объемящий процесс а может и не чувствует так вот рейтинг Ельцин был 5% раскрутили выиграли голосуя то проиграешь вытащили на второй раз в 99 году в рейтинг не то что 5% на 0% не было уже все ненавидели а ведь его пресса ну так хихикала порубила но не ругала так как Путин а здесь все только ополчились и либеральная пресса он строит тоталитанные государства и патриотическое он продался жидантам кому угодно западу за бабки на самом деле рейтинг уже второй срок завершается а рейтинг 70% вот он правду знают все кроме избранных все не могут писать статьи критически аналитически это только избранные пишут зато все могут выражать свое мнение через рейтинг в результате статистических опросов и этот феномен на западе получил название хуй из мистера Путин кто же он он правильно делает он декларирует если бы он четко выразил свои цели может скорее всего не может сформулировать этот и хорошо он управленец который востребован грегором и ведомый новым грегором который в России формируется на основе концепции и есть люди которым эта альтернативная концепция ненавистна про Библию они ничего сказать не могут она им привычна на западе нет проблем она принята поэтому там спокойно до тех пор пока арабык приехали своей а здесь приедешь там Арабские Эмираты или там Египет тишина сон все вот ощущение это же чувствуется как воздух здесь ничего не меняется уже сотни тысячи лет а в России все время как на вулкан Россия еще раз говорю самая демократическая страна передача на западные скучны до безобразия там смотреть нечего здесь конечно пока правят такие как Шурик Соловьев ток-шоу это как цепная собака стражевая аф-аф аф-аф а он стравливает и кайф ловит от этого еще скоро время такие как он закончился или поздно Соловьев-то беседовал с ним открыто задал я людей а кто скажет такое русское открыто лицо я учился в Хидерии у меня есть бизнес иудаизм это великое будущее он открытый разве он кто-нибудь скажет на это у него маска но как он подначивает одних других верно а поздних как разводят всех вот они так и работают захватив пока и нет сейчас пока я не думаю чтобы ведь все телевидение и все радио и все газеты ненависти произведет ни грозу не было сказано ну может Миша Леонтьев и тот всиплым своим голосом что-то да да конечно конечно но чтобы так спокойно кто-нибудь оценил деятельность Путина таких нет с одной стороны бежат одни с другой другие но Путин это пока путь на мой взгляд они его ненавидят но и боятся что он уйдет потому что это единственное звено которое связывает их с народом это то за что они как за Соломинку держатся вот такая ситуация в России и очень хочется его свалить потому что он так медленно медленно так нагибает но нагибает они это чувствуют у многих так вот по позвоночнику пот холодный уже ползет он их давит 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 зачем поменял министра юстиции с генпрокурора и пошли всякие домыслы борю хочет а ну иди сюда ты пачкун синица который живет за границей ну-ка приди и здесь действительно историю повторяется Эдуард один раз как трагедия другой раз как фарс был Троцкий был Сталин Троцкий грозился из Мексики из Швеции Сталин негодяй такой-то он у него бонапартийские наклонности просто ему бодливый как бодливый король Бог Рокин давал никогда еврей здесь не может рулить в принципе не будет привык те кто ставили они вообще понимали не дай Бог поставить здесь еврея в самую верх поэтому я все сделаю чтобы убрать его но убери его а кто это такой Березовский будет спрашивать ну и сейчас вот раскручена компания московский комсомолец еврей Хейнштейн который всегда мочит еврея Березовского говорят что евреи едины ничего не едины какой алгоритм задашь в таком они работают вот они как раз работают за деньги однозначно конечно Хейнштейн депутат он еврей и он озвучивает только но видимо ту миссию которая уготована уже начать разборки с элитой когда каждому олигарху можно предъявить не только же Кодарковскому но ребята заигрались Березовский заигрался в Троцкого и псевдоним себе взял Е Ленин я одновременно Ленин и Троцкий но Троцкий плохо кончил неважно кто исполнитель заказчик видим через орудие уничтожение Альпеншток убивать Альпенштоком очень тяжело можно замахнуться и не попасть по черепушке попасть плечо затылок Зачем под плащом такой здоровый Альпеншток пока размахиваешься молотком и то легче а потому что тот кто заказал через орудие убийства поставил свой печать я и Зальпен потому что этот мальчик наболтал слишком много всякие глупости и с Борей тоже он уже вляпался в этот алгоритм смерти то что сотворили с нашими дипломатами это конечно дело рук ЦРУ и британского спецназа это сейчас даже старухи которым никто не выйдет то это понимает есть там такой королевский спецназ который даже подчиняется министерству обороны работает в челмах на верблюдах под видом террористов их задача они понимают что идет медленная но смычка после особенно когда уже Путин вместе с президентом рано стал договариваться о ценах на газ и они решили устроить эту операцию бить людей сказать дать понять общественному мнению видите видите ваше правительство президент поддерживает арабов они ваших дипломатов убивают давайте к нам идите в наш колхоз это на кого работа на идиота прекрасно знают что иракцы весь ирак знает что мы никогда зло ирак не делали конечно можно купить каких-то за большие деньги правильно услышал тут один из дипломатов ирака говорит ну вы понимаете что это не мы здесь совершенно просматриваются другие цели а то что там кого-то американцев когда такие операции пару латиносов или негров заодно чтобы показать видите и наши убьют нет проблем но эта же операция носит и некий упреждающий знаковый характер сейчас все спецслужбы вот так работают и знают наши что в Америке происходит американцы знают и утечка информационная сколько угодно какие планы там строятся по ленингенпрокуратуре процессы и прочее это все понятно это операции предупреждения равносильно той который кто читал Красную симфонию то знает помнишь фразу помилование или усиление давления нации когда Раковского судили допрашивали он выдал что есть некое он их называл они он называл их глобальным предиктором которые все направляют а как узнать а вот вы вот выйдете совершите такое и в ответ будет такое действие и услышите их предупреждение то есть помилование троцкистов которые сидели на скамье он добивался в общем-то чтобы его смертный кадр хотя бы там заменили сколько-нибудь лет тюрьмы Раковские он имел какое-то представление через масонские ложи и тогда услышали помилование и усиление давления нации вот сейчас не лезьте с вашим Березовским потому что они понимают если Березовский попадет он сдаст всех это же отмороженность совершенно ну и тогда я думаю что британские службы очень заинтересованы чтобы наши ликвидировали Березовского в конце логов причем двойногий шеф политический страдалец как Труцкий никаких политических преступлений только уголовных Березовский будет судить за уголовщим за то что он финансировал чеченские сепаративства за то что он был фактическим заказчиком убийств многих в том числе и элитарных товарищей там уже клан на разборке поэтому он уже вляпался в эту матрицу убительную для него вопрос только в том кто первый наш лучше бы его охранять ликвидировать но британские службы имеют огромный опыт как мочить своих под видом что вот русские спецслужбы били бы Резовского потому что им же нужно его преподнести как политического оппонента режима которым он конечно является вот такая сейчас ситуация очень непростая сдадут они или нет но мяч сейчас на их стороне и Путин я думаю после истории с нашими дипломатами вся дружба все улыбки рукопожатия это змеиное это их работа он разведчик он знает а потом у него есть и советники те это точно знают как это делается потому что если бы даже случайно там взяли отдали понимают нет это не арабы вот так хочется чтобы нас столкнуть с арабским миром так хочется остановить вот этот процесс восстановления проблем суперсистем потому что регионы тяготеющих блок начинает объединяться вместе и в принципе у них проблема опять нет идеи на чем сформироваться мы можем дать им и понятильный аппарат и идеи сейчас невозможно в россии объединиться на христианстве это пережит как идеалистический атеизм как исторически сложившееся христианство невозможно вернуться в 19 век если только это начнется считай конец россии что неужели в кремле этого не понимают когда мусульмане скажут а мы а почему это им предпочтение а почему не на основе корана вопросов истины большинство никакого решения не играет это не голосование решается а буддисты скажут а почему не мы а которые да нас меньше а почему наша религия менее истины мы им можем мы всех можем объединить потому что мы говорим и у вас идеалистический атеизм и у вас идеалистический атеизм а у вас марксисты материалистический атеизм и вы не сильно отличаетесь двух кадров ребят подниматься всем надо идти в богодержаве нет секта хотя определение секты только мы дали если к этому определению то в том виде как православие есть секта но попы наши хорошие ребята они простые такие же просто это структура с которой надо работать если они способны подняться над своей собственной же которая их давит концепция исторически сложившегося христианства и сказать да вот в библии откуда это почему это богом освящено не давая в рост брату это социологическую доктрину расставщичества долой давайте давайте определимся была казнь или нет это не имеет значения имеет это имеет значение это поклёп на бога вы что ребят зачем богу приносить жертву своего мы все сыны и дочери божьи зачем богу жертвы кровавые об этом писали депресский давай вопросы возвращаться хотел вернуться опять к лидерам концентраторам управления глобальный предиктор и Русь мы коснулись темы волхвов что у нас есть представление потому что двухуровневая система возможно в Руси была да это предположение предположение и скорее всего мы являемся вот этого более нижего уровня среди нас нет никого элитных это я знаю но все ну только будем говорить даже втором поколении только городские жители в первом поколении наши родители еще жили в деревне все из рабочих и крестьян что там было у наших предков кто они ну знаем крестьяне значит тогда то что мы обозначили как ниши да те которые в народе жили волхвы они были близки к человеку в его психике но не было даже хотя бы одного который бы достиг так здесь если другое я по нравственности они были ближе чем элит чем те выше но лексически выразить не было же всеобщее образование нужно же такое мощное образование чтобы увидеть этот глобальный процесс интуичили но в лексике определенной чтобы масштабно глобально системно мыслить и выдать еще ну хорошо вот Олег предположим мы ну чего-то мы думаем чего-то мысли по этой части может понимать чего-то но если бы мы это все не написали а только ходили бы ну как Христос например и рассказывали да чтобы было предположим даже мы говорили очень верные вещи но эта информация сгружается не в пустоту определенной системы стереотипа кому это попало он послушал бы потом пошел такое пересказал хорошо что тексты есть теперь ты спроешь а почему Христос тогда с устной проповедью шел а не писал почему об этом писали а потому что тогда не было всеобщей грамотности и в текстах можно он подозревал что будут искажения что его будут извращать но другого выхода не было потому что если бы он написал и подсукнул никто бы этого не увидел мы можем писать и не ходить с проповедями в народ потому что есть интернет и когда нам кто-то где-то ну вот я могу выступать Владимир Михайлович там сказал на свете такое я этого не говорил это вы так поняли пожалуйста читайте а потом вот есть теперь не было же этого можно записать на кассетах конечно же ради Бога даже близко Христос это был действительно видимо идеальный человек по нравственности мы не идеальны мы такие же как и люди как и все без всяких претензий на элитарность а получается он был на тот момент лидером концентратором в блоке он формировал соборный интеллект и деятельность его она была одна из границ деятельности формирования соборного интеллект если смотрится состав суперсистем вот все равно когда ведь и Мухаммад и он да извращения были но чутьем люди чувствовали за этим какая-то правда даже при всех извращениях и как личность как историческая личность реальная личность многие считают что его не было я считаю что он был конечно а потом есть еще что да переврут но то что сказано ушло туда оно не исчезает рукописи не горят но и слова и мысли никуда не исчезают при соответствующих условиях может прочитано и записано правильно вот взяли и там где есть прямая вещь Христа во всех Евангелиях выписали получилось очень интересно получилось почти Евангелие от Христа но никейский символ веры там ни одного слова от Христа нет вот тоже как меня это удивляет ведь иерархия понимает что ни на чем не стоят создание никейский символ веры никейский почему здесь Христос его учили чего примазывались Христу то чего вы своей церкви назвали именем Христа вопрос иерархически наивысшее объединящее управление также нисходит в систему суперсистем и через таких личностей как Иисус Мухаммед оно проявляется да в виде вот этих пророчеств прямых указаний особенно в критический момент видимо кризис был колоссальный в то время ну либо вот Бог говорит со всем языком жизненных обстоятельствах то есть как бы тоже два прямые откровения пророчества чрезвычайные ну и Бог говорит со всеми языков жизненных обстоятельствах структурное и не структурное направление я не хочу я понимаю я не хочу сейчас особенно перегружать нашу беседу вот понятийный аппарат новый надо ну давать дозиров если у нас как раз вопрос возник тогда по что Сталин занимался созданием блока завершения создания блока а Путин нас восстановлением управления суперсистемой по полной функции то есть вот если перейти на личностный аспект мы уже говорили о том что будущее то что будущее будет вероятность его равна единице но какой из вариантов будущего реализуется это во многом зависит и от личности вот как тайная личность появляется какова роль ее то есть вероятность непредопределенности совершения событий во многом зависит конечно от личности мы говорили о том что такая личность как Путин как Сталин были востребованы временем и тем эгрегором который сложился в данный исторический период в России то есть вот этот процесс формирования многорегионального блока он естественно сопровождался и процессами эгрегориального формирования того или иного типа эгрегоров и сложный период завершения формирования многорегионального блока а это происходило еще период смены отношений того наше частот биологического социального времени и начало периода смены логики социального поведения и была востребована такая личность как Сталин и период столкновения межрегионального комбомерата многорегионального блока он длительнее конечно был но он начался во второй мировой войне то есть Сталин уже присутствовал при столкновении на шестом приоритете естественно но это же столкновение сопровождалось и столкновением на всех приоритетах обобщенных средствах поведения то есть шло завершение формирования многорегионального блока потому что по сути вошли все страны социалистического лагеря которые представили собой военный блок варшавский Китай Вьетнам Северная Корея и одновременно уже в соприкосновении региона блока комбомерата шло противостояние межрегионального комбомерата и блока в информационном плане которое завершилось победы на данном этапе межрегионального комбомерата и раз потому что он действовал так как действовал всегда разгромить и покрыть разгромить и интегрировать игруки мы уже говорили что фактор агрессии информационной агрессии стал очевиден для общества во многорегиональном блоке России и это стало началом выявления объективного вектора цели можно перевести с языка вот такого строго научного просто факт агрессии перестал быть тайным активизировался интеллектуальный потенциал и по сути концепция общественной безопасности ее была задача тех людей которые над ней работали вот описать этот объективный вектор цели потому что субъективный вектор цели ну можно так упрощенно сказать это то что видится правительством как бы правительство ЦК как оно считает как бы оно хотело видеть чтобы жил народ а объективный вектор цели это то что сам народ хочет зачастую бессознательно то что не может выразить в педагогексике вот такая вторая трактовка объективного и субъективного вектора цели ну а этап столкновения между регионального блока и много регионального конгеменрата завершился по сути августовской вот этой буржуазной контрреволюции путь чем таким карикатурным и пошел процесс восстановления управления суперсистенцией ну не сразу какой-то период пока Ельцин продолжал еще работать на межрегиональный конгеменрат выдвинул своего преемника и Путин по сути понимает он это или нет для нас это не так уж и важно важно что он участвует в этом процессе восстановления управления но уже не в блоке и не в конгеменрате а в суперсистеме в целом и вот смотри Олег Сталин не ездил куда подкрепиться он рулил из Кремля Путин ездит по всему миру если смотреть на это ну какой там Сталин и Путин конечно какое сравнение они не идут но каждый для своего времени если смотреть на деятельность Путина с позиции периода деятельности Сталина конечно все не так но если посмотреть с позиции теории суперсистем все так потому что для выполнения функции восстановления управления по полной функции по полной функции в суперсистеме в целом необходимо знать что происходит в мире необходимо общаться со всеми лидерами и необходимо демонстрировать им более высокую меру понимания что оно делает то есть у нас первый президент владеет кроме русского еще языком противников немецким и английским он может без посредников войти в прямой контакт и нарушение протокола сказать то что окружение Буша или немецкого канцлера или премьера Великобритании может и не понять это прямая информационная деятельность вот в процессе восстановления суперсистемы по полной функции утверждающая вписание да 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 и даже вот этот короткий период от последнего послания президента федерального собрания государственной думе с момента появления до выступления Путина мы начинаем продавать свои ресурсы за рубли прошло месяц небольшой сколько мы уже видим сейчас полно статей рубль становится ну по крайней мере претендует на конвертированную валюту мы уже об этом говорили и не так страшен черт как его молитва в принципе сейчас Россия имеет все ресурсы для того чтобы сделать рубль конвертирован отпускает кстати пожалуйста держите где угодно зачем в таких банках а чтобы рубль других иностранных банков стал рандом с долларом или евро весь валюта доллар и евро но не доллар и евро инвариантно будем так говорить инвариантно не обеспечен а инвариантом мы уже договорились является с момента отмены золотого стандарта энергия конечно в итоге электроэнергия но для производства электроэнергии нужны энергоресурсы и эта стратегия конечно стать монополистом в мире на энергию это все равно что контролировать весь мировой запас золота но вернуться к стандарту золотому невозможно хотя бы потому что в всего мире золото по оценкам специалистов около 100 тысяч тонн если просчитать сколько сейчас не сколько даже напечатано а вот просто ну в долларом эквиваленте то оценки разные ну где-то 15 20 а может даже и около 30 триллионов долларов весь малый продукт мира и представь 100 тысяч тонн золота сколько же будет стоить один грамм золота на девушка не может себе позволить даже купить кольцо мы пытались оценить грамм будет стоить 50 тысяч долларов в принципе невозможно возвращение к золотому стандарту а энергия вот за последние 150 лет рост энерговооруженности мировой энергии не составлял больше от 1 до 5 процентов и в принципе не может быть роста выше любое производство нуждается в энергии и естественно в технологиях сберегающих эту энергию и поэтому в России на ключевые позиции встал путь к производству да технологии но если нет энергии что только технологии они остаются пустым капиталом и то что вот Сурков вдруг стал так активно проводить вот эту политику у России своя демократия нечего нам диктовать из-за рубежа президент на встрече с дипломатами прямо говорит пора нам заниматься глобальной политикой и прямо впервые в истории России пошла речь о глобальной политике он ко всем дипломатам обращается и говорит что нам надо заниматься глобальной политикой в нашей терминологии ребята пора заниматься восстановлением управления в суперсистеме в целом но уже на основе иной концепции глобального уровня значимости потому что в концепции общественной безопасности есть и социологическая доктрина альтернативная той которая выражена в Библии все четко расписано есть работа под названием краткий курс есть дано впервые решение уравнения международного баланса где показано совсем не обязательно как было за всю историю чтобы цены росли и Сталин попробовал в течение 47 по 53 год и убедил общество что цены по крайней мере на основные продукты жизнедеятельности общества будут снижаться то есть прецедент был только в России на за всю историю человечества это было впервые но это другая экономика с решением уравнения международного баланса которое уравнение расписал Лентьев из-за этого получил Нобелевскую племену за что он получил ее вовсе не за то что расписал а за то что как авторитет он сказал да уравнения есть но они нерешаемые а мы доказали при том типе строя психики которая доминирует в обществе они действительно нерешаемые если же мы перейдем по крайней мере выставим в качестве цели стремления не к демоническому как сейчас Японии а к человечному типу строя психики когда есть демографически обусловленные потребности есть понимание что есть демографически обусловленные паразитные потребности И нацелить экономику на достижение, в первую очередь, демографически обусловленных потребностей, а паразитные по остаточным принципам, не так, как сейчас, тогда уравнение решаемо. И вопрос не только знания математики, а вопрос упирается в психологию. Но за это Нобелевские премии не дают. Это был бы уже не Нобель, а кто-то другой. Ну вот, пожалуй, все могу показать. Вот это думский сборник, в котором напечатаны материалы парламентских слушаний. Все есть. И выступления, и прения. И есть все рекомендации парламентских слушаний. Вот прямо можно показать. Вот это рекомендации парламентских слушаний. Не видно, да? Ну, важно, вот номер первый, думский вестник, парламентских слушаний, где и выступления, и ответы на вопросы, и, главное, рекомендации все есть. Желающие можете его найти. Даже есть в интернете. 96-й год. Ну, а вот то, с чем ты приехал, последний гамбит. Да, действительно, 15 лет назад было такое событие, в 91-м году, которое здесь описывается. Вот сейчас в Новосибирске уже издается. Хорошо, что два издательских центра в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Ну, а молодежному движению я бы порекомендовал учесть ошибки тех, которые были у взрослых, не повторять их, и более тонко, умело продвигать концепцию общества. Такое молодежное движение, я уверен, сформируется. Вот так. Ну, и все.